Добрый день, коллеги! Мы продолжаем нашу программу и добро пожаловать всем на секцию «Цифровая трансформация мира в сферу культуры в связи с COVID-19». Для начала давайте представим, наверное, участников нашей сегодняшней секции. Мне помогает Владимир Определенов, заместитель директора Кушкинского музея по цифровому развитию. Добрый день, коллеги! У него еще огромное количество дальше регалий, которые, я надеюсь, многие из вас все знают. Самое главное, наверное, что он председатель президиума Комитета по цифровому развитию и Комроссии. Владимир? Также с нами сегодня Елена Слевкуколчик. Елена. Добрый день, здравствуйте! Руководитель направления по работе с организациями образования науки и культуры Microsoft. Татьяна Павловна Маргуляш, заместитель генерального директора по развитию. Добрый день! Можно, если все по именам, то у меня тоже можно без отчества. Спасибо! Прекрасно, Татьяна. Александр Володин, директор по развитию стратегическому партнерству OK.ru, моего группы. Коллеги, добрый день! Алексей Валентинович Богданов к нам подключится, надеюсь, попозже. Евгения Раскоборникова, менеджер стратегических партнеров Google России. Евгения. Здравствуйте! Здравствуйте! Ирина Смирнова, куратор проектов в области науки, образования и культуры Panasonic России. Ирина. Рада всех приветствовать! Здравствуйте! Тоня Самсонова, еще не с нами из Яндекса, надеюсь, она к нам присоединится. И Сергей Валанович, высшая школа экономики, декан, профессор высшей школы экономики менеджмента. Сергей Славович. Добрый день! Я уже привык, что я уже на такого рода мероприятиях всегда самый старший, и поэтому мне, в отличие от вас, написали отчество. Как удобнее, коллеги. Вот, кому-то. Мы, о чем сегодня хотели бы все вместе поговорить, наверное, ну, не секрет, секрет Палюшинеля, он заложен в названии нашей секции, конечно же, да? Вот, но в целом я передам слово для выступлений, но что бы мне хотелось услышать? Да, то, что мы сейчас наблюдаем, конечно, очень интересно. Если раньше, как я уже сегодня говорил, музеи и многие организации говорили о том, что цифра, наверное, не самая главная и ненужная – переход в онлайн на втором, третьем, пятом, десятом месте, как там взаимодействовать с аудиторией, были даже некоторые гипотезы о том, что виртуальные музеи и онлайн-активность музеев в сети интернет каким-то образом… Аудитория к нам присоединилась, дайте, пожалуйста, права. Аудитория, которая должна прийти в музей, что называется, ногами отвлечет. Была даже такая версия, мне она очень понравилась в кавычках, что если люди придут и увидят виртуальный музей, то они к нам ногами никогда не придут. Вот. На протяжении многих лет со стороны министерства мы как раз поддерживали идеи ровно наоборот, при этом четко выстраивая цепочку применения этих цифровых технологий. Наша позиция в том, что цифра ни в коем случае не заменяет реальное, не заменяет реальную искусство, подменять экспонаты, музейный предмет, конечно же, невозможно и не нужно, но это некие средства взаимодействия с аудиторией, привлечения, популяризации, просвещения, обучения и так далее. И вот мне кажется, ситуация, которая сложилась два месяца назад, как раз полностью проявила во всем многообразии, насколько музеи и другие культурные институции оказались готовы или не готовы. Поэтому ко всем у меня будет, условно говоря, три вопроса. Хотел бы, чтобы каждый рассказал со своей точки зрения. То есть, что вы увидели за последние два-три месяца? Такие тенденции, что стало неожиданным, к чему вы были готовы, к чему не были готовы. Что вы думаете, как будет развиваться ситуация до конца 2020 года? И что прогнозируете, как и куда мы будем все двигаться дальше? И что, по вашему мнению, изменилось или не изменилось, или изменится еще ситуация в сфере культуры, благодаря тем механизмам, той трансформации, которая случилась за последние два-три месяца? Я думаю, Вадим Валерьевич, мы это после коротких выступлений коллег как раз все и... Да, безусловно. Мне бы хотелось, чтобы коллеги, как раз рассказывая и делая доклады, имели в виду, чтобы хотелось в том числе и услышать ответы на эти вопросы. Кто у нас готов выступить первым? Ну, у нас есть некоторая очередность, которую мы планировали, так что я думаю, давайте в плане докладов... Единственное, у меня доклад посвящен именно общим цифрам интернета, я могу, в принципе, можно начать с меня, они такие, в принципе, вводные, но могу, в принципе, и как-то в момент своей очереди о этих цифрах рассказать. Мы это сами решим. Я предлагаю, давайте тогда попробуем по последовательности. Владимир Викторович, определенно. Я, по сути, сделаю анонс того, что будет на следующих семинарах, мне кажется. Но сначала я коротко скажу про то, как у нас происходит в Пушкинском музее, какие сейчас есть ощущения. Ну, в первую очередь мы начали готовиться к текущей ситуации, как только поняли динамику в европейских странах, поэтому, возможно, нас сейчас спрашивают, как мы успели сделать так много материалов. По большому счету, просто потому, что мы начали в самом начале марта уже готовиться к этой ситуации, смотря на различные прогнозы. И, по сути, вот там с 17 марта музей в круглосуточном режиме снимал какие-то материалы, готовил и так далее. Плюс, конечно, если у нас не было заранее налажено какие-то форматы, которые мы после этого максимально развивали, это было бы невозможно. То, что мы поняли за это время, то, что, по сути, аудитория наша сильно не выросла, и с нами оставались именно те, кто уже привержены были Пушкинскому музею, то есть буквально рост составил 10-15%, а вот количество просмотров, количество вовлеченных людей из нашей ведерации выросло в десятки раз. И, соответственно, вот, по сути, та же аудитория, которая к нам ходит, она к нам и продолжает ходить. Но мы много будем рассказывать об этом на лишь секциях, а сейчас я хотел бы уже от имени Совета по цифровому развитию сказать, что главные инициативы, которые мы делаем и планируем, и анонсировать некоторое количество секций. В первую очередь мы провели несколько вебинаров совместно с коллегами именно про обучение по дистанционной работе, поскольку ключевым вопросом, который является, это, конечно, цифровые компетенции сотрудников. И спасибо большое площадке ProCulture.ru, поддержке Вадима, потому что буквально десятки тысяч просмотров сейчас идут на этой обучающей платформе, и с сегодняшнего дня, так понимаю, запускается отдельный лендик, на котором все материалы по обучению музейных специалистов будут собраны. И ключевыми темами на сегодняшний день для Совета становится именно тематика цифровой доступности и цифровой открытости. И про цифровую доступность мы будем говорить сегодня вечером в 16.30 в отдельной секции. Все, что связано с цифровой доступностью и инклюзией, поэтому приглашаю вас на эту большую секцию. И про цифровую открытость мы поговорим отдельно еще в параллельной программе фонда Потанина завтра в 15.15. Нам кажется, это сейчас ключевые задачи, потому что именно доступность абсолютно для всех цифровых материалов, которые мы создаем, а также открытость в плане профессиональной информированности, в плане научного обмена и так далее, являются тематиками, которыми сфера занималась до этого достаточно, скажем так, неглубоко. И это создало как раз вот эту первичную задачу или невозможность работы части учреждений. И что одним из главных уроков для нас должно стать понимание, что открытость — это очень важно, и что по большому счету нет разницы между посетителем, которые к нам приходят в физические пространства, приходят в виртуальные пространства, что мы должны по максимуму предоставить для всех равные права по доступу к коллекциям информации. Да, хотя, конечно, лучше всего, если у людей есть возможность приехать и к подлинникам посмотреть вживую. Но в связи с этим ключевыми вопросами для нас сейчас становятся как раз цифровые компетенции музейных сотрудников. И так совпало, что большой проект, который мы при поддержке Microsoft и RAEG, как и Ком России, запустили, совместные высшие школы экономики, в декабре того года, его пик анализа пришелся на этот период. И, соответственно, мы представим результаты. Завтра с 10 утра будем рассказывать о результатах этого большого исследования. Несомненно, связанная с этим тематика – это все, что… важность цифрового этикета. И сегодня это как никогда важно для того, чтобы построить коммуникацию, построить дистанционную работу, которая приносит всем комфорт и создает такое, скажем так, правильное конструктивное настроение. И вот про цифровой этикет у нас тоже будет отдельная секция. И это тоже важное направление нашего движения. В общем, по сути, я анонсировал практически всю программу цифровой секции, рассказав, почему мы выстраивали ее в такой логике. И, соответственно, глубоко в эти направления мы будем погружаться отдельно. А какие-то содержательные вещи, я думаю, мы обсудим в рамках дискуссии. Материалы по совету вы сможете увидеть на сайте Ком.России. Вот ссылочки. И цель наша на сегодняшний день – это объединить всех профессионалов, которым небезразлично развитие, цифровое развитие музеев, как со стороны музеев, так и со стороны бизнеса. Поэтому уже сейчас совет подписал соглашение с Microsoft России, Panasonic России, с глобальной инициативой по инклюзивной ИКТ и с RAEK. И также мы планируем запуск какого-то количества образовательных программ с Высшей школой экономики непосредственно Сергеем Ростиславовичем. Это то немногое, что я хотел сказать в начале. Спасибо и передаю слово. Ирина, давайте, наверное, вы расскажете. Давайте, сейчас я одну секундочку запущу. Да, одну секунду я должна, минуту. Я под впечатлением от последнего слайда. Совсем не совпадаясь. Одну секунду я вот тут вот испытываю некоторые сложности с запуском презентации. Одну секунду, можно сейчас. А вот у нас еще появился один Владимир Поделенов. Старин сказать. Я думаю, что это Оля Суслова, моя коллега. Она просто тоже не увидела ссылку у себя, поэтому подключите ее, пожалуйста. Переминуйте, пожалуйста. Да-да-да, я предупредила. Спасибо. Да, работает ли моя презентация, видно ли? Да, все отлично. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, тогда я, наверное, перейду к обсуждению темы, которую анонсировал Вадим. Я постаралась немножко вот в этих вводных словах уже отчасти ответить на те вопросы, которые были обозначены. Сразу скажу, что это такое скорее экспертное видение или такой первичный анализ, потому что, ну, всегда сложно говорить о будущем. С другой стороны, уже есть возможность наблюдать за тем, что так или иначе происходит в некоторых музеях за рубежом. Кто-то уже открывается постепенно, как-то становятся очевидны какие-то потребности или понимание того, как это будет работать. Понятно, что это пока только такой немножко взгляд в будущее. И, тем не менее, там, свою цель, я сейчас вижу, немножко обозначить вопросы и потом как-то так живо их обсудить всем вместе. Значит, пару слов о концепции цифровой трансформации, о которой мы, в общем, так долго говорили в течение последнего года. Я могу только вот эхо, собственно, словам Вадима, что мы много убеждали часто консервативные музеи в необходимости цифровой трансформации, и, в общем, текущая ситуация ковида во многом сделала это за нас. Потому что даже те, кто говорили, что это совершенно не про них, и разговор об этом быть не может, или может быть только, собственно, в каких-то бэк-офисных направлениях, которые здесь отмечены как инфраструктурные направления или операционная деятельность, собственно, цифра вышла далеко за пределами этих направлений. И сейчас во многом работает вот в тех областях, которые мы называем опыт посетителей, и, собственно, внутренняя научно-исследовательская и, собственно, основная деятельность музея. Поэтому то, о чем мы будем говорить, оно так или иначе имеет отношение ко всем направлениям. Единственное, что я хотела сказать, что это не только о внутренних процессах. Что мы видим сейчас? Понятно, что вся эта история неожиданно упала всем на голову, и необходимость реагировать на требования вот этого времени, оно, в общем, было для всех практически неожиданным. Поэтому первая реакция, она была такая краткосрочная. Не все музеи организации культуры смотрели на то, как с этим жить долго. Поэтому очевидно, что первыми решениями стала удаленная работа сотрудников, что, в общем, не уникально для музеев, стоит справедливо, собственно, для всех организаций. Это часто перевод образовательных программ, и то, что раньше было по ходам класса в музей, в онлайн, это тоже такое очевидное решение. Лекции, которые, конечно, несколько иначе звучат онлайн, но тоже стали очевидным решением. Чуть более сложным решением стала организация виртуальных туров, особенно для тех музеев, которые на этом не фокусировались. Но тут тоже стало очевидным, что это нужно сделать для того, чтобы какое-то время поддержать аудиторию. Владимир уже сказал, что количество посетителей осталось прежними, но, в общем, подавляющее большинство музеев, собственно, так и видели свою цель вот в этот краткосрочный, или, понятно, насколько долгосрочный период, удержать свою аудиторию. А дальше, в общем, дальше будет так. Есть от музеев, которые часть контента сделали платным, и это никоим образом там ни хорошо, ни плохо, потому что на самом деле платный контент востребован ровно в той же степени, так же, как, например, лектории. Многие лектории сделали платным свой контент. И, собственно, многие вышли в социальные сети, извините, пожалуйста, многие вышли в социальные сети для того, чтобы удержать свою аудиторию, вот как такая немедленная реакция на, собственно, эти требования. Но, слава богу, мы сейчас уже, в общем, близки к тому, чтобы постепенно начинать из этой истории выходить. И тут, мне кажется, тоже задачи распадаются на две категории. На то, что будут делать музеи ровно сейчас, вот выходя из этого кризиса в среднесрочной перспективе. И то, как со всем этим жить дальше, да, потому что, собственно, кто-то просто делает это для того, чтобы переждать момент, но понятно, что нужно с этим жить дальше. Вот что мы видим в качестве основных тенденций в среднесрочной перспективе. Это такие очевидные вещи, как продажи билетов онлайн, бесконтактные платежи, то есть все, что требует просто условия социальной такой, в большей степени разобщенности, чем прежде. Это расписание посещений в термины для того, чтобы сократить или там сузить количество посетителей в одном и том же месте в одно и то же время. Поэтому, соответственно, нужно управлять потоками, не знаю, продавать меньше билетов на один сеанс, допускать в один зал меньше людей. Это тоже очевидная история. То, чем так гордились передовые музеи, экраны и прочие тач-технологии, они будут переведены в возможность, собственно, работать с ними удаленно, управлять со своих экранов и так далее. Это тоже очевидная задача на сейчас. Но, тем не менее, надо как-то в этой истории жить дальше. И тут очень многие музеи высказывают такое опасение, потому что то, к чему сейчас привыкнут люди, понятно, что все выйдут из этой истории принципиально другими. Как бы сделать так, чтобы люди не видели в цифре альтернативу посещению музеев или альтернативу каким-то там традиционным лекциям или традиционным активностям, которые есть вокруг культуры. Соответственно, и здесь уже подавляющее количество музеев видят задачу в том, чтобы найти в этом дополнительный инструмент привлечения, обеспечение доступности, как, собственно, уже упомянул Владимир, как основная, там, одна из основных задач сейчас, потому что совершенно очевидно, что если раньше электронная, там, не знаю, электронная экскурсия или электронная выставка представляли собой именно альтернативу, которую можно было использовать в случае, если ты почему-то не можешь прийти в живой музей и так далее, или не можешь приехать и так далее, то есть теперь это становится такой полноценной, что ли, альтернативой. Люди научились пользоваться этим инструментом и будут выбирать, хотят они прийти в живой музей или посмотреть электронную экскурсию, или сделать и то, и другое, да, то есть сначала ознакомиться с электронной, потом, не знаю, посмотреть фильм на эту тему, а потом уже прийти в музей как венец, что ли, освоение этого, этой темы. Это, несомненно, расширение аудитории, потому что это дает возможность там привлечь больше людей из тех же аудиторий, которые к нам ходили и до того, но это и привлечение новых аудиторий, которые прежде не ходили. Вот это принципиально два разных момента, которые, на которых, мне кажется, будут сфокусированы музеи здесь, для того, чтобы привлекать новую аудиторию, использовать именно вот все то, что сейчас наработано, как инструмент для дальнейшего развития. Это индивидуальные траектории программы для посетителей, для живых посетителей, с тем, чтобы посредством, в том числе искусственного интеллекта, маршрутизировать потоки и, соответственно, уже на постоянной основе обеспечить вот эту вот социальную дистанцию настолько, насколько этого требуют требования, простите за тавтологию, новые, да, там, условно продавать билеты с маршрутом на гиде, который есть у чеков на телефоне, чтобы они сначала шли в один зал, другие в другой, третий в третий, таким образом обеспечить небольшое посещение одного и того же зала и избежать скопления у Джаконда в обре. Это возможность диверсифицировать доходы музеев, потому что, опять же, сейчас музеи отчасти научились продавать новые услуги посредством интернет, и таким образом, соответственно, они могут дальше развивать этот бизнес. И это, что крайне важно, другие люди, которые выйдут после этой истории, люди-сотрудники музеев. Вот, собственно, то, что анонсировал Владимир, исследование цифровой грамотности, оно, на мой взгляд, то, что оно проходит сейчас, это очень здорово, потому что, и надо еще померить это все спустя какое-то время, потому что оно должно, в общем, сформировать принципиально новые компетенции этих сотрудников, что, в свою очередь, соответственно, становится залогом и движителем дальнейшей развития цифры в целом в сфере культуры. Так что вот тут вся эта история во многом сыграла на пользу тому, с чем мы долго пытаемся работать, вот этот вот традиционный такой некоторый консерватизм, в том числе в образовательной сфере. Ну и, собственно, я думаю, что мы все абсолютно на одной странице с той целью, чтобы технологии становились инструментом реализации все той же незыблемой цели музея. Кто не претендует на то, чтобы что-то заместить или встать на смену чего-то. Речь идет о том, чтобы стать действительным инструментом, о чем мы говорим так долго, реализации тех основных задач музеев, которые стоят перед ними много-много веков и будут стоять всегда. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела обозначить сейчас, остальное в процессе дискуссии. Алло, я не слышу никого. Спасибо большое. Ну что, да, вот, спасибо. Коллеги, ну что, будем двигаться дальше. Гляд со стороны, скажем так, не музея, а эти компании услышали. Теперь давайте послушаем опять музей. Татьяна, водолер, заместитель генерального директора по развитию третиковки. Что вы расскажете? Добрый день, да, спасибо большое. Интересная была презентация про какие-то общие решения для всех. Видно мою презентацию, да? Да. Я ее дляставила на начало, извините. Я почему-то запустилась не сначала. Я тогда от имени музея скажу, потому что действительно вот то, о чем Вадим вначале говорил, очень необычная ситуация. Мы в ней оказались не по своей воле. И, в общем-то, неожиданно, никто никогда не мог предусмотреть ситуации, что музей будет только онлайн. И в этом большой подвох и большой вызов для нас, как для всего музейного сообщества. Что делать, как делать? Мы все, как слепые котята, двигаемся немножко наугад. Что приятно, мы оказались в этой ситуации все вместе. И оказались в ней четко. И, в общем-то, у нас есть время осознать и ее отрефлексировать. Мне кажется, это такое полезное время. Тяжелое, сложное, неприятное, стрессовое, но полезное. И, конечно же, хочется в рамках нашего интермузея и в рамках этой дискуссии найти какие-то решения и в том числе каким-то предварительным выводом прийти. Так как у нас очень широко сформулирована тема, я не могу не сказать про то, как музей перешел на работу онлайн. Мне кажется, я здесь привожу несколько таких ярких примеров, но они в целом отражают суть этого перехода в онлайн. Разработка системы электронного документа оборота в Третьяковской галерее велась очень давно и очень интенсивно. И мы делаем несколько заходов на то, чтобы перейти на эту работу. Безуспешных. Все время какой-нибудь отдел выпадал. То канцелярия не может там регистрировать, у них это не бьется с какой-нибудь их внутренней системой учета, то бухгалтерия не может из 1С туда выгружать документы, то еще что-нибудь. И, в общем, все работали бумажками, бегали по нашей большой галереи между Третьяковкой в Лаврушинском и новой Третьяковкой, бегали-бегали, а тут оп, и не побегаешь. Все за полторы недели перешли на систему электронного документа оборота. Мы ее в результате внедрили полностью в течение месяца. 28 апреля мы уже подписали первый договор электронной цифровой подписи. Я считаю, что это было историческое событие. И, конечно же, теперь наша жизнь полностью перешла, бюрократическая жизнь полностью перешла в онлайн, так же, как и наша публичная жизнь. И здесь, конечно, спасибо большое нашему IT-отделу. Надо сказать, что мы, как и многие другие коллеги из музеев, понятно, большей частью крупных и столичных, были инфраструктурно и командой, были готовы к этому переходу. У нас были и специалисты, у нас были приобретены системы информационные, у нас были мощности для такого перехода, потому что, когда у тебя внезапно все переходят на удаленную работу, понятно, что это огромная работа IT-отдела, и им за это большое спасибо. мы не потеряли ни в скорости, ни в качестве работы. Я здесь с разрешения автора привожу фотографию Антона Белова, который после бани писал про то, как тяжело работает удаленно, но, в общем-то, с ним нельзя не согласиться, потому что работа онлайн, как показывает опыт этих двух месяцев, гораздо менее эффективна, она менее креативна. Мы все находимся дома с нашими семьями, у многих из нас нет нормальных условий для обеспечения рабочего процесса, не знаю, изолированные комнаты, возможности как-то не участвовать в образовательном, воспитательном процессе с нашими детьми в течение всего дня и так далее. И, в общем-то, это очень стрессовая ситуация для работы, и действительно у многих сотрудников наступает выгорание. Я думаю, что тот стресс, который мы переживаем сейчас, да, с одной стороны, мы это пройдем, мы станем, мы чему-то научимся, и мы станем другими профессионалами, как говорила Елена, и другими специалистами, мы приобретем много новых компетенций, но в то же время нам всем понадобится, и это будет естественно, что после отмены карантина у нас будет некоторый откат, в том числе и в онлайне, и к этому надо быть тоже морально готовыми. Я уверена, что в перспективе 2020 года мы это все наверстаем и вернемся к прежнему уровню и даже больше онлайн. Дальше я бы хотела поговорить про нашу публичную работу онлайн, это то, чем я непосредственно занимаюсь, и здесь, конечно же, первый вопрос, это про наших посетителей, что именно и как мы для них делаем. и здесь надо, пришлось начать с каких-то очень базовых вещей, которые на самом деле помогли нам ответить на вопросы, как и что мы делаем. Кидаемся ли мы быстро делать эфир в Инстаграме из своих квартир, или мы выпускаем те материалы, в которые мы уже вложились, и которые соответствуют нашему качеству музея, тем стандартам, которые мы обычно предъявляем к нашим продуктам. Я здесь не случайно провела месяц Третьяковской галереи, это один из наших пунктов, делать жизнь людей лучше, открывая широкий доступ к шедеврам русского и мирового искусства, потому что это наша главная цель и забота, даже когда мы переходим в онлайн. Что мы с собой берем из наших ценностей, целей, когда мы переходим из залов музеев в виртуальное пространство, важный вопрос, на который каждый музей, каждая культурная институция должна ответить для себя. Понятно, что производство онлайн-контента в принципе вещь недешевая и требующая больших ресурсов, в том числе пребывание в самом стенах музея зачастую. Как Владимир правильно сказал, вот этот момент, когда музеи закрылись для публики, но еще можно было ходить на работу, большинство из нас мы понимали, что в какой-то момент будет полный карантин, мы не сможем приходить в музей и готовить этот контент, поэтому мы тоже, как и коллеги из Пушкинского, сутками снимали, готовили, что могли, что могли, переводили в онлайн и оцифровывали, но понятно, что это был некоторый задел, и мы накопили материал, который потом смогли обрабатывать и выпускать. Тем не менее, этот карантин дал нам замечательный повод успокоиться в нашей гонке вооружений, перестать все время рассказывать о десятках проектов, которые музей делает каждый месяц. У нас постоянно открываются выставки, соответственно, к ним идет образовательная программа. Извините, пожалуйста. И, соответственно, остановиться и посмотреть на те программы, которые были в прошлом сделаны и опубликованы. Здесь очень хороший критерий был, то, что контент должен быть качественным как по содержанию, так и по производству, и он должен быть актуальным. И тогда, соответственно, мы можем гарантировать то, что если мы его покажем сейчас, он по-прежнему будет интересен нашим зрителям. Вот я прошу прощения, но это как раз та ситуация, о которой мы говорим, как тяжело работать дома. Извините. Что мы сделали в Третьяковке? Это мы действительно актуализировали весь контент. Мы действительно постарались актуализировать контент, и в частности мы попытались это сделать за счет того, чтобы дать на него новый взгляд, показать его под новым углом. Мы стали рассказывать о работе сотрудников. У нас этот проект идет в соцсетях и в нашей подписке. Здесь вы видите фотографию Третьяковка от первого лица. И здесь Юлиан Халтурин, наш заведующий комплексных исследований, который может в течение двух часов рассказывать про ржавчину и про то, как с ней работать исследователю и музею, что из нее можно, какую информацию из нее можно извлечь и как с ней бороться. Тем не менее, все эти тонкости и бэкхаус нашей работы, они как раз очень мало требуют усилий по качественному производству и в то же время дают интересный новый контент нашим пользователям. Следующий вопрос, с которым неизбежно сталкиваются все музеи и культурные институции, это кто наша аудитория онлайн. Если мы с вами на протяжении последних пяти лет, когда шел экстенциальный рост оффлайн-аудиторий выставок и музеев, благодаря в том числе и культурной политике Москвы и политике Министерства культуры и нашим проектам, мы пытались все время разобраться, кто эти люди, почему они ходят в музей, какая у них мотивация, кто они социально-демографические. Понятно, что основную роль играет их мотивация при ходу в музей, то они эскиписты, то они хотят передать традиции своей семьи, то они хотят провести время с семьей приятно. То для онлайн-аудитории таких исследований для музеев практически не проводилось, и более того, мы понимаем, что в ситуации карантина, когда все люди внезапно оказываются дома, наша аудитория, онлайн-аудитория не совпадает с той аудиторией, которую мы видели раньше. Вот я надеюсь, что позднее прозвучат цифры общие, но у меня тоже будут цифры по росту аудитории, которые показывают, что люди, которые раньше не следили онлайн за музеем, скорее всего, не ходили в него ногами, к нам присоединились. Мы приобрели эту аудиторию, и это очень здорово, это наш большой выезд. Мы со своей стороны выделили несколько очень важных групп, которые в этой ситуации кажется нам, в том числе с точки зрения миссии культурной институции, важным поддержать. Мы запустили специальный проект «Ретюковка» для старшего поколения, потому что понятно, что наши взрослые родственники, ну просто люди старшего поколения, которые оказались на карантине, наиболее уязвимая группа, им очень тяжело, им тревожно, им страшно, им просто тяжело постоянно находиться вот в этом изолированном пространстве. И понятно, что у них сейчас больше всего проблем. Мы постарались со своей точки зрения дать им какой-то спокойный, приятный, интересный и специально для них упакованный контент. «Ретюковка» детям, это, я думаю, многим знакомо, когда у тебя дети сутками дома и ты пытаешься работать и что-то осмысленное делать, тоже нужно что-то как-то занять ребенка, хочется это сделать с пользой. И мы со своей стороны собрали какую-то упаковку для родителей с детьми, для семейной аудитории и школьной в том числе. И третья большая группа это для тех, кто дома. Мы честно пока что разбираемся с их мотивацией, почему они следят за каналами музея и почему они хотят с нами быть, но тем не менее это группа, которую мы все должны осознавать. Человек, который дома хочет провести некоторое количество времени онлайн с пользой, мы для него должны предложить удобно упакованный продукт. Скорее всего, это не два часа, которые он готов потратить на художественный фильм и не... Здесь нам бесполезно конкурировать с Голливудом. Скорее всего, это не какой-то очень большой отрезок времени, потому что понятно, что он онлайн, у него быстрее переключается внимание. Кстати, вот я видела в вопросах уже было, какая должна быть длина, глубина просмотров, сколько должно быть времени для того, чтобы выставка онлайн считалась посещённой. Мне кажется, это вопрос зависит от конкретного продукта. Мы каждый раз смотрим, конечно же, на досмотры, но очень важно понимать, что в какой сегмент ты целишь. Ты делаешь проект для того, чтобы человек на 10 минут включил своему ребёнку, а потом обсудил с ним шедевр или проблемы затронутые, или ты хочешь, чтобы студент прослушал лекцию по истории русского искусства. Конечно, здесь две разные цели, их надо оценивать по-разному. В смысле контента этот карантин дал нам очень хорошую возможность сделать то, что мы давно собирались. Мы давно собирались перевести в наш лекторию онлайн, и мы это сделали в какой-то части, мы успели записать часть лекции, и мы теперь будем это продолжать. Здесь очень важный вопрос, который поднимала Елена, это какая часть останется бесплатной, какая платной. И наша, моя любовь, это сериал «История одного шедевра», это маленькие ролики по отдельным шедеврам Третьяковской галереи, они в районе 7-9 минут, и у них очень хорошие просмотры, мне кажется, это хороший формат как для семейной, так и для взрослой аудитории. Конечно же, у всех музеев мало ресурсов, мало ресурсов как денежных, так и людских, и особенно для производства онлайн-контента, когда мы должны были в разы увеличить резко производство онлайн-контента вот в две недели, и сейчас мы должны его тоже обрабатывать и выпускать. И в этом смысле нам очень помогают наши партнеры. Вот отдельный проект, который я бы хотела, я думаю, что про Яндекс.Коллекции Тони еще может сказать дальше, но отдельный проект, который мне очень нравится, мне кажется, хорошим получился, это третяковка со шнуром, это то, что мы сделали со Сбербанком и с ОКО, было очень весело, было очень здорово, было очень необычно, а мы получили хорошую экскурсию от директора, там на самом деле третяковка не только со шнуром, но и с Дельфиром и Смейлом и Перегуловой. Вот, и мы получили эту третяковку, хорошую экскурсию, разговор, диалог двух интересных людей по основной экспозиции, что также позволило нам ее актуализировать. Немножко цифр, которыми я хочу закончить, мне кажется, что они очень хорошо показывают, что аудитория у культурных проектов, у музеев выросла онлайн, и нам нельзя эту аудиторию потом упустить. Очень важно, да, понятно, что будет некоторый откат, но очень важно понять, что мы теперь работаем для другого масштаба и для другого охвата, причем во всех измерениях, возрастном, региональном, территориальном, временном, да, мы работаем с гораздо большим количеством мотиваций и продуктов, и в этом смысле очень важно понимать, что, куда мы кладем, какой продукт, в каком канале или какой аудитории мы делаем, можно как гараж в ТикТоке запускать сериалы, можно, как мы, делать какие-то маленькие истории для школьников, но здесь очень важно ориентироваться и сохранять при лимитированных ресурсах, при их остром дефиците, сохранять трезвость в производстве контента и бить максимально эффективно в свою аудиторию, именно там, где она хочет вас, хочет и может вас увидеть. Я коротко озвучу цифры. У нас образовательный портал «Лаврус», который мы запустили в декабре 2019 года, вырос более чем шесть раз, у нас сейчас там 38 тысяч аудитории, извините, сейчас вернусь на два слайда, YouTube канал, мы получили наконец-то кнопку от YouTube, мы пробили в 100 тысяч, в этом тоже наша маленькая гордость, и наши социальные сети все очень существенно выросли, более того, мы перенесли акцент нашего сайта, который более статичен на наши социальные сети, куда переместилась вся наша коммуникация с большей частью аудитории. Здесь вот я привела также Яндекс.Коллекции, там более полмиллиона просмотров, и последний важный пункт это то, что онлайн позволяет нам хоть как-то вести коммерческую деятельность, многие запустили сейчас продажу билетов онлайн, мы запустили ее две недели назад, вот за две недели мы продали, это на самом деле цифра первой недели, 61 билет, 16 каталогов, все-таки какой-нибудь какой доход. Понятно, что сейчас мы не пытаемся заработать на людях, потому что у всех глубочайший кризис, и он коснулся всех без исключения, но при этом понятно, что музею тоже очень тяжело и в материальном смысле, здесь, конечно, наверное, частным музеям тяжелее, частным институциям культурным тяжелее, чем государственным, у которых есть какая-то подстраховка, но нам тоже тяжело, и как-то зарабатывать надо, надо пробовать какие-то коммерческие вещи, я надеюсь, что после перспективы 20-го года, уж тем более в перспективе дальнейшей, мы будем онлайн и неплохо зарабатывать, хочется надеяться. Все. Спасибо, Татьяна. И, коллеги, участники, просьба писать ваши вопросы в отдельный раздел вопросов-ответов, чтобы они не потерялись в общем чате. Спасибо. Ну, собственно говоря, Татьяна как раз зафиксировала те предположения, которые я кратко озвучивал в начале, да, то есть мы все столкнулись с ситуацией, что таким драйвером цифровой трансформации у нас стал не СИО, не СИТИО, не СИДИТИО, а КОВИД. Да, и действительно очень важный вопрос, как закрепить там успехи, которые достигли и по аудитории, и по посетителям, это действительно важный вопрос, который стоит перед всеми нами. Но вот передавая слово Александру Володину, я как раз хотел поблагодарить наши платформы, которые нам активно помогают донести эту информацию до аудитории, в частности одноклассники. Много проектов было реализовано, надеюсь, много еще впереди. Вот, хотелось бы услышать, как вы видите ситуацию. Расскажите нам, пожалуйста, Александр, вам слово. На вопрос, который ты, так сказать, вначале называл перед каждым выступлением, я отвечу в самом конце. На самом деле, я хотел бы начать, наверное, с общих цифр, потому что, кстати, когда я готовился к этому выступлению, я вспомнил, что примерно два года назад я выступал на интермузее и говорил о том, что мы находимся и входим в эру диджитальной перестройки. Кто же знал, что вот через два года я буду вынужден констатировать, что мы находимся уже в эпоху диджитальной революции. По-другому это не назвать. То, что сейчас происходит в сети интернет, конечно же, именно революция, причем растут даже те сегменты, которые мы никогда не думали, что они когда-то вырастут. Есть, учитывая, что, как сказать, такой вот полноценный карантин, мы зашли далеко не первые, наверное, одни из последних. Хотелось бы верить, что одни из последних. Я подготовил некоторые цифры по поводу того вообще, что происходит в мире, что именно растет, насколько сильно это растет. Но хотел бы отметить одну вещь, что несколько раз было предположение относительно того, что вернется все на круги своя или нет. Абсолютно точно не вернется. Как представитель одного из ведущих этих холдингов, могу сказать, что вот то, что мы видим, когда люди, допустим, довольно пожилого возраста начинают использовать сервис электронной коммерции, заказывать себе продукты на дом, мы понимаем, что вкусив этот плод, они абсолютно точно не отступят. И здесь как бы очень не хотелось бы, чтобы культура наступила на те же грабли, что, в принципе, розничная торговля, которая вот сейчас уже в некоторых регионах ждет с нетерпением возвращения покупателей, а покупатели практически не возвращаются, потому что они уже привыкли к многим электронным сервисам и не планируют, ну, конечно же, там полностью не отказываются от посещения оффлайновых точек продаж, в том числе и продуктовых, но, конечно же, многие вещи уже переведены в онлайн, и это вещи такое, я как бы сравнил нас с тектоническими сдвигами, потому что, ну, очень хорошую цифру озвучили коллеги из McKinsey, они сказали, что вот то, что произошло сейчас интернетом, все, что произошло с диджитал, с какими-то электронными сервисами, планета Земля должна была, человечество должно было к этому прийти лет через 20, а тут вот мы так голопом в Европе, опа, и пришли как раз-таки к совсем в другой мир, наши коллеги стратегические, в том числе Алиэкспресса из Китая, когда они нам рассказывают то, что происходит там сейчас относительно того, что там огромный кризис в большом количестве сфер, но абсолютно даже власть уже не выделяют деньги на поддержку, оффлайн кинотеатров, потому что за это время почти в 7 раз выросли онлайн кинотеатры, оффлайн кинотеатры обанкротились, но никто не переживает, потому что в принципе произошла довольно неплохая замена. Секунду, я попытаюсь включить демонстрацию экрана, надеюсь, в этот раз у меня получится. Видно ли моя презентация? Да, все отлично, только просьба открыть полный экран. Да, конечно, даже без этого. Все видно, правильно? коллеги? Как было? видно. А, сейчас черный экран. Сейчас черный экран. Может быть, надо отлистать? У меня тоже она почему-то открылась. Давайте тогда все-таки наверное будет не фулскрин, путем уважения, да, современные технологии не всегда справляются. Но так тоже видно. Да, вот давайте так. В принципе, давайте тогда, сейчас, секундочку, что же изменилось на самом деле? Общий трафик, я думаю, здесь коллеги из других холдингов, они либо поддержат, либо проверкнут, но у нас была статистика относительно того, что общий трафик в среднем рос где-то на 10-15%, а сейчас за, если мы сравним год к году, то даже тот период сейчас есть, общий мировой трафик вырос на 48%. вашего понимания, это значит, что в полтора раза начали больше использовать интернет. Конечно же, здесь нужно делать ставку на то, что очень сильно изменилась такая вещь, как качество интернета и качество потребляемого контента. Здесь в связи с тем, что мы уж вошли в эру интернета 4G, 5G и так далее, есть возможность потреблять контент в том числе и в качестве 4К, из-за того, конечно, часть этого роста можно снести на улучшение качества просто того же самопросматриваемого видео, но в целом здесь еще стоит отметить, что практически на 30-35% выросла time spent, это время, которое пользователи тратят на социальные сети и вообще на различные сервисы. Здесь отмечены лидеры роста в каких-то глобальных сегментах, я после этого немножко детализирую, но так, конечно же, если раньше главным таким рекордсменом по росту был мобильный трафик, то он вырос на самом деле очень сильно, а на некоторых примерах наших коллег, наоборот, их аудитория, в мобильных приложениях очень сильно упала, в социальные сети по понятным причинам выросли, ну и видеостриминг, даже без него, он в принципе показывает и так хорошие темпы роста, здесь нужно отметить, что это рост, как сказать, разница с прогнозом, то есть планировалось, что и так он вырастет, но темпы роста существенно выше, вот, кстати, здесь я в последнюю минуту фактически нашел очень интересный график, который сделали коллеги из McKinsey, они пообщались с представителем Facebook, Netflix и YouTube и собрали это в единый график, который в принципе подтверждает предыдущие цифры относительно того, что есть очень стремительный рост, очень хороший, но не на, он больше комментируется на веб, это тоже отвечая на вопрос, как же закреплять, что именно сейчас является наиболее приоритетными форматами, видео всегда будет являться приоритетным форматом, но если раньше мы всегда рекомендовали все-таки нашим партнерам ориентироваться на мобильную аудиторию, на мобильные устройства, потому что это был главный драйвер всего, что происходит, и мы видели, что с каждым годом количество людей, которые отказываются от любых других устройств и используют весь интернет, используя свои мобильные устройства, но неуклонно росло в среднем тоже где-то на 20%, то сейчас мы видим обратный тренд, есть некоторые сервисы, которые чуть ли не упали, а есть те, которые прямо упали на своих мобильных устройствах, на своих мобильных приложениях, но очень сильно выросли на вебе. Мир, на самом деле, это основное, что хотелось бы рассказать, и здесь я озвучу очень непопулярную точку зрения, надеюсь, что я дополнительно подискутирую эту тему, дело в том, что внимание людей, оно не резиновое, и в тот момент, пока сфера культуры дискутирует относительно того, нужно приходить в онлайн, не нужно приходить в онлайн, здесь, кстати, стоит отметить очень интересное исследование, которое мы делали с кассиром, мы брали и самые топовые концерты, запускали трансляции на платформе ОК и ВК, и потом смотрели, как это стимулирует, либо не стимулирует спрос, то есть у нас была задача доказать, либо опровергнуть предположение, что если человек посмотрел что-то в онлайне, он не придет в оффлайн, на самом деле, здесь обратно абсолютный эффект, и в принципе были очень хорошие исследования европейские относительно того, что самой лучшей рекламой чего-либо является как раз-таки действительно онлайн трансляция этого же события, люди все равно понимают, какая там царит атмосфера, если говорить про концерт, понимают, насколько действительно это масштабное интересное событие, и после этого когда у них появляется возможность, допустим, исполнитель приезжает в город, они даже если не смотрели этот же концерт, но в онлайне все равно покупают билеты и приходят. И у нас, в принципе, наши цифры показали то же самое, что на самом деле ни в каком виде онлайн не оттягивает посещение, если сейчас мы говорим про музеи, культурные учреждения, оффлайн посещение, то есть на самом деле это наоборот очень важный инструмент, которым нужно пользоваться. Но возвращаясь как раз-таки к категориям, которые выросли лучше всего, если посмотреть, ну, если сервис допустим, Zoom, наверное, вряд ли является конкурентом культуры, то категория видеоигры, и я еще буду говорить про видеосмотрение, то есть видеосмотрение выросло практически тоже на 100%, хотя все до этого задавались вопросом, куда уже больше расти, вроде бы и так уже мы все только делаем, что смотрим различных видов видео. есть категория видеоигры, которая выросла, если вы посмотрите, это не ошибка, действительно в 20 раз, вот 2065%, это то, насколько выросли и трафик, и аудитория тех или иных, вообще, категории видеоигры, и здесь нужно понимать, что в том или ином виде культура, да, конкурирует с другими средствами, с другими способами времяпрепровождения. Это такая непрерывная война, и, конечно же, очень хотелось бы, чтобы культура была конкурентоспособна, чтобы не сквозь пальцы и на свободное от работы время, если так можно говорить, в том или ином виде культура приходила в онлайн и пыталась действительно расширять свое присутствие, как сказать, вовлекать людей, информировать и доносить это действительно ключевые вещи, а чтобы, как сказать, это был приоритет, потому что конкуренты за внимание пользователей, это видеоигры, то же самое смотрение, какие-то даже те же самые телеканалы, они абсолютно не стесняются, они понимают, что сейчас хоть и кризис, но кризис-то всегда время перемен, очень активно этим пользуются для того, чтобы возвращать свою аудиторию, для того, чтобы, как сказать, увеличивать количество времени, которое в среднем затрачивает интернет-пользователи, в том числе, для потребления именно их вида контента, это нужно абсолютно точно брать на вооружение. В России по понятным причинам мы, если сравнивать, то, конечно, совсем другие пока темпы роста и совсем другие категории роста, но, еще раз повторю, мы одни из последних, кто вошли в карантин, в такой подполномасштабный, хотя, там тоже совсем недавно коллеги из Минкомсвязи публиковали, то есть, прогноз роста проникновения интернета в России был, не ошибаюсь, на уровне двух процентов, а в итоге вырос почти на семь, то есть, вот пять процентов, которые ожидали, что придут в России в интернет, станут активными потребителями тех или иных интернет-услуг, планировали, что это произойдет в ближайшую пятилетку, а в итоге за буквально несколько месяцев ковид сделал так, что привлек их в интернет. В России у нас совсем другие категории, в принципе, находятся в лидерах, я уже говорил про, в принципе, видеосмотрение, здесь это цифры, большинство цифр, они взяты либо из открытых источников, либо с нами поделились коллеги, либо это на основе наших собственных замеров, но мы видим такой лавинообразный рост, в принципе, видим последние, наверное, несколько месяцев, это видеозвонки, по понятным причинам, даже 28%, конечно же, для России это очень заметный рост, доставка еды, я, в принципе, об этом уже говорил, видеосмотрение, то есть, где-то в среднем мы оцениваем, что видеосмотрение в России выросло даже не на 45, 45, это наша цифра, процентов на 60-70, но полноценно озвучить какие-то уже готовые цифры мы сможем, я думаю, что к концу мая, даже в середине июня, потому что цифры, которые я вам сейчас показываю, это скорее середина августа, середина апреля, вот, то есть, к сожалению, вроде бы интернет, все должно считаться довольно быстро, но учитывая, что есть большое количество источников у нас нету единовой такой метрики, то они собираются, в принципе, по крупицам. Рынок электронной коммерции, онлайн-магазины, это категория, которая выросла сильнее всего, будет продолжать расти, потому что, если стараться то же самое Европой, хоть цифры у меня не были приведены на предыдущем слайде, то, как сказать, мы видим, что те категории людей, которые вообще не должны были, мы там и не ожидали на них свои какие-то маркетинговые активности, даже не нацеливали, они действительно пришли в электронную коммерцию, потребляют, заказывают и абсолютно, в принципе, не стесняются. На самом деле, я практически все, хотел бы рассказать только про какие-то перспективы, видя действительно разницу, что выросло у нас и что выросло в Европе, конечно же, хотелось бы выделить четыре основных направления, это дистанционное обучение, по понятным причинам пока что не удалось в том числе и Министерству просвещения как-то запустить процесс дистанционного обучения, с этим есть огромные проблемы, может быть, сеть готова, но вот техническое оснащение нет и могу сказать, что сейчас самый быстрый, быстро растущий стартап в мире это индийский сервис, который, в принципе, посвящен исключительно дистанционному обучению, обучению онлайн и рано или поздно это придет к нам. То же самое с телемедициной, ну и хотелось бы добавить сюда, я добавил сюда в принципе культуру, очень хотелось бы, чтобы то окно, которое открылось сейчас, потому что действительно у людей появилось гораздо больше свободного времени, многие люди научились оптимизировать, с использованием в том числе электронных сервисов, свои какие-то рабочие процессы, в то же самое время более доступен стал интернет и, наверное, даже такие изменения в, как я уже сказал, в паттернах потребления информации произошли довольно большие, культура может занять такую весомую позицию в этом вопросе, но все зависит очень сильно от вас. Я думаю, что на это прекрасно, давайте я закончу. на вопросы, какие-то основные я ответил, Вадим, если нужно, если не повтори, я попытаюсь отдельно на них ответить. Я думаю, мы обсудим как раз в общей дискуссии уже после всех докладчиков, послушав опыт и как раз поработав с этим. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Спасибо, Александр, большое. У нас вроде Алексей Леонидович Богданов написал, что справился и подключился. Мы работали над этим. Нет? Нет, все нормально. Алексей Леонидович, я включил звук. Слышно меня? Да, слышно. И хотим бы видеть. А видео вы только можете включить. Нет, нет, вы теперь полноправный соорганизатор. Да, включил видео. Да, все отлично видно и слышно. Да, добрый день, прошу прощения, я опоздал, задержался об этом, обсуждали несчастные электронные билеты, разумеется, чтобы вам еще обсуждать, как вы понимаете. А работать буду с телефона, потому что интермузей, пришлось отдать свой аккаунт в Зумовский интермузей, потому что им не хватило для того, чтобы организовать нашу орбитажную академию. У нас там 97 докладов, все три дня с 10 до 6 вечера, поэтому еще раз извиняюсь, насколько у меня хорошо видно с телефона, но в общем... Все прекрасно. Да, да, ну хорошо, работаю с телефона, но как-то зато научился. Да, мы как раз активно обсуждаем взгляд и со стороны платформ, со стороны IT-компаний, и с другой стороны со стороны музеев, что и как повлиял наш замечательный COVID-19 на деятельность музея, как что поменялось. Я знаю, что Эрмитаж тоже своего рода побил там рекорды по посещаемости и так далее, и огромное количество онлайн продуктов за это время выпустил. Соберя, хотелось услышать какие-то, наверное, подробности, как вы видите ситуацию, насколько вы считаете, оно позитивно или не позитивно повлияло на аудиторию, и какие прогнозы, что будет дальше, собственно. Ну, нигде, наверное, но прогнозы, давайте я расскажу, чем мы столкнулись, так сказать, что хорошо, что плохо. Но вообще, глобально, я бы сказал, как это ни странно звучит, что эта эпидемия, это хорошо. Мы за счет этого получили действительно вот предыдущие, я много послушал докладчиков, я уже примерно минут 40 подключился, наверное, согласен с тем, что, конечно, это сдвинуло нас принципиально, ну, десятилетия, наверное, ну, не знаю, по крайней мере, на несколько лет вперед сразу толчок мы получили. Так, у меня пропало, вы меня слышите? Все прекрасно и видно. Да, все отлично. Все хорошо, да? Да, все. Значит, еще раз, вот если бы этого ковида не было, его бы стоило придумать. Я не удивлюсь, что его придумали какие-нибудь цифровые корпорации, потому что мы шагнули на 10 лет вперед. Надеюсь, что это не так, конечно. Но с чем же мы столкнулись? С изумлением, я некоторые вещи действительно просто с изумлением для себя обнаружил, и сотрудники с изумлением, я бы сказал, для себя обнаружили. Но принципиально следующее. Мы заметили, что первое, без многих сотрудников мы можем обойтись. Второе. Кромольные вещи, говорите, Александр. Какие? Ненормальные? Кромольные. Я говорю, наверное, кромольные. Я говорю, как я это воспринимаю? Значит, опыт убедился в том, что без многих мы можем обойтись. Это правда. Потому что в основном процессе они совершенно не задействованы. То есть, вообще говоря, мы справляемся с меньшим числом людей. Да, мы подключили около 500 человек на удаленный доступ. Это было достаточно тяжело для айтишников. Слава Богу, у нас была почтовая система на 700 подключений, которая позволяла работать через веб откуда угодно. Ну, и, соответственно, она имеет защищенный протокол. И это нас спасло. Но принципиально я, да, наверное, кромольные вещи говорю, но говорю, как есть на мой взгляд. Второе. Многие узнали, что есть интернет. И что компьютер работает исключительно через интернет так просто не может. вот. Что тоже было удивительно. Я бы сказал, что мы очень много сделали за это время в госкаталоге, потому что появилось у людей в кавычках свободное время, позволяющие заниматься непосредственно только этим. Мы столкнулись с тем, что у нас нет электронного документа оборота, но в смысле мы это знали, а столкнулись мы с тем, что мы, вы не поверите, пока без дела обошлись. Все работает, все документы визируются, все хорошо, электронного документа оборота пока у нас нет. И очевидно, что его срочно придется делать. Это тоже безусловно. Я вот тут очень порадовался Татьяна, говорил о том, что за месяц запустили. Мы с Сергеем тоже эту тему обсуждали, я имею в виду с Сергеем из Третьяковки, да, и он рассказал, как это получалось. Я думаю, что везде это непросто, потому что везде есть отделы, которые там принципиально к этому не готовы, начиная там от нашей канцелярии, кстати, с такими же вопросами обращалась, как тоже с регистрацией и тому подобное. Но это точно нужно делать и очевидно, что нужно делать. глобально для нас мы точно будем реформировать IT-область музея. Сейчас IT-разброс у нас по нескольким департаментам, они там часть мне подчинены, часть другим директора. Очевидно, что будем объединять и создавать какой-то департамент, отдел как бы того. Дело не в названии, дело в структуре, потому что нужно все брать в одни руки и это тоже показал опыт того, как мы прожили это время. Что касается сетей, просмотров и работы музейно, в онлайне. Я извиняюсь, я не могу показать презентацию, потому что у меня на компьютере, на телефоне ее нет, но и только вчера еще раз извиняюсь, выяснилось, что мы не можем по-другому пришлось отдать зуб. Но у нас на сегодня там 33 миллиона просмотров, это достаточно много. Что мы сделали, чтобы такое получить? Конечно, мы переориентировались в соцсети. Сайт дал нам первую неделю достаточно большой прирост, потом начал спрос падать и упал фактически до состояния до ковида. То есть порядка там сейчас 15 тысяч просмотров в день, а в первые дни закрытия музея там было 350 тысяч просмотров в день, это очень большая цифра за суток. Но сайт просел, но в итоге за неделю он просел и дальше в основном росли соцсети. Соцсети выручили нас очень и одноклассники. Вот сейчас я коллегу тоже послушал одноклассников. Спасибо им большое и ВКонтакте. Вот эти две сети дали нам огромный прирост, но еще у нас Инстаграм достаточно хороший, там только сутки держится видео, и там немножечко другая аудитория, да, тоже там около миллиона у нас человек. Значит, что мы сделали? Мы для того, чтобы, как бы сказать, у нас мы в год создавали раньше, но там, не знаю, 10 фильмов, наверное, да, каких-то роликов. Значит, за два дня мы сделали 49. Для этого мы создали четыре таких мобильных группы. Слава Богу, у нас была аппаратура, позволяющая это все снимать в нужном количестве. Но снимали мы все это телефонами, конечно, но с гироскопами, со всеми необходимыми устройствами, потому что так это уж совсем было бы плохо. Мы это сделали, и вот хотел с коллегами поделиться, у всех ли такая проблема с программным обеспечением. Невозможно, я не знаю, как купить программное обеспечение на организацию. Ну, вот кто-то Zoom купил на организацию. Через фон только удалось купить. Вот, да, потому что на музей, но это невозможно. Бухгалтерия требует ежевечерного отчета акта, выполненных там работ, и даже боюсь писать в Zoom об этом. Думаю, что это вызовет у них какие-то страдания. Ну, в общем, есть проблемы, которые нужно либо заводить какую-то корпоративную карточку, либо, и все равно непонятно, как это делать. Мы выкрутили с тем, что пока на частных лиц оформлено, там, на меня оформлено, а вот еще платим, как частные лица, потому что другого нет. Но я говорю про ПО, которое позволяет выходить в соцсети, в несколько соцсетей, и ПО, которое позволяет монтировать эти видеоролики, давайте так назовем. Вот с этим мы столкнулись как с проблемой. Мы обсуждали еще одну такую большую проблему, и думали, потянем, не потянем, это создание телевидения. Значит, но это немножко другое. есть на Яндексе телевидение, есть спутниковое телевидение, там, Триколор, можем получить канал, но можем ли его наполнить, из года в год вещать, достаточно такая сложная задача. Мы ее обсуждали, пока решили, что нет, пока мы на это, наверное, все-таки не способны. У нас есть чем заполнить, но мне кажется, все-таки это вообще немножечко другая задача. Насколько это будет интересно, это тоже вопрос, потому что когда снимается, ну давайте я назову так все-таки словом полулюбительская съемка, когда снимается телефоном, живое такое, это один уровень и один интерес. Когда надо делать телевизионную программу, это все-таки совершенно другое, там нужны операторы, там нужны ну если не актеры, да, то некое постановочное действие все равно требуется, и это может вообще горе отпугнуть, ну это немножко другая аудитория, мне кажется, и мы в общем решили, что пока мы это делать не будем, хотя ресурсы для этого есть. Вот такой тоже сложный шаг, все-таки да, нет, да, нет, в итоге решили, что нет, оставить на таком полулюбительском уровне, потому что это живое, это больше привлекает, когда там я понимаю, что при этом съемки дают какие-то может быть неправильные там режиссерские ходы, неправильные операторские скорее ходы, может, мы что-то неправильно снимаем, но это жизнь, вот она так сказать такова. Ну, что касается просмотра, еще раз скажу, у нас на сегодня 33 миллиона, какое-то безумное число, мне кажется, количество просмотров, но мы придумали разные там идеи с фильмами и с квадрокоптерами, с техническими, и с пожарными, и с экскурсиями даже мы использовали такую вещь, как совсем не связано, может быть, с трансляциями, но просто два слова, дистанционная проверка хранителями своих хранилищ тоже через видеосвязь мы сделали такую вот любопытную, когда служба безопасности ходила по залу, выходит туда по залам, хранитель на видеосвязи по телефону показывает экспонаты, показывается печать, вот такое, может быть, несколько нетрадиционное решение там Батсапа. Ну, вот, наверное, в двух словах я рассказал, но еще раз, я согласен, первое, мир не станет прежним, я не знаю, вернемся ли мы к оффлайн-билетам, но пока будем жить с электронами, пока будем жить с сеансами, безусловно, и, конечно, количество посетителей будет в десятки раз меньше, у нас Казанский центр в первый день посетило четыре человека, я думаю, что все они перебомили ковидом, поэтому спокойно пошли в музей, ну, в общем, немного, четверо, вот, Татьяна сказала, что 160, да, правильно я понял, и каталоги, то есть немного тоже билетов, но, лиха, беда начала, у всех сейчас тяжело, в смысле, на тот момент, когда мы откроемся, то есть на выставку, которая откроется после карантина, да, я понимаю, но вот все равно не очень же активно, да, если бы это был обычный день, это было бы там несравнимо, 160 за час бы, наверное, продавалось билет, а то и больше, да, один сеанс, это более 100 человек, независимо от площадки, и мы сейчас тоже вот разрабатываем это, думаем, как водить по музею, как соблюдать там какую-то дистанцию, не знаю, в общем, вопросов много, но тем интересней, мне кажется, нам жить. Да, я хотел анонсировать то, что на секции виртуальный туризм в пятницу будет рассказано как раз о квадрокоптерном авиапарке Эрмитажа, кому интересно. Ну, давайте там, авиапарк, это все-таки вертолеты и самолеты, у нас пока этого нет, мы площадку-то еще вертолетную не построили. Оно в процессе, что-то хорошо. И в гараже у меня нет вакансий пока летчиков, но на всякий случай договор с Академией гражданской авиации у нас есть, На квадрокоптеры расскажем, потому что мы их зарегистрировали, что тоже было, мягко говоря, непросто. Они имеют государственный регистрационный номер как автомобиль. Спасибо. Очень полезная штука, хочу сказать, для неожиданных применений, для многих служб оказалось очень интересно. Спасибо большое, Алексей Валентинович, как всегда, очень интересно. продолжим тогда, да, опять у нас мы так пытаемся ранжировать музей в музее. Евгений Воскобойников, наверное, тогда хотел передать слово, что по этому поводу думает Google. Да, Вадим, спасибо огромное. Сейчас расшарю презентацию. Буквально секундочку. Видно ли? Видно. Да, видно. Да, отлично. Меня зовут Женя Воскобойникова, я в Google занимаюсь стратегическими партнерствами, и, собственно говоря, с некоторыми из вас уже знакомы или заочно, виртуально, или очно. Естественно, хочу начать с пандемии, она спровоцировала такой резкий выход в цифровую сеть, и это касается, наверное, не только культурного сообщества, но и многих других сфер жизни. Музеи, естественно, не стали исключением, как и другие культурные организации. Кто-то оказался готов, давно часто ресурсов было организовано для развития именно диджитал-сферы, кому-то пришлось в спешке осваивать новые навыки, быстро переводить работу в онлайн, и, конечно же, было столкновение с разными непредвиденными обстоятельствами. Например, в марте одним из лидеров поисковых запросов был коронавирус, и пользователи искали информацию со словом более двухсот миллионов раз пользователей из России со словом коронавирус. Наряду с информацией про пандемию, самоизоляцию, вирус, лечение, пользователи, конечно же, понимали, что это надолго, самоизоляция будет длиться гораздо больше, чем один месяц, и стали искать способы развеяться, получить новый опыт в сети, не выходя из дома, поэтому рост поисковых запросов со словом скучно в период с 22 марта по 29 марта резко вырос, и это видно на графике. Интерес ко всему виртуальному также возрос в период с марта по апрель на 500 процентов увеличился запрос виртуальных экскурсий, и похожие запросы, такие, например, как виртуальные экскурсии по музеям, возросли на 100 процентов. Это данные именно российские. Естественно, сегодня пользователь очень избалован и ожидает, что то, к чему он привык оффлайн, будет сопровождать его онлайн, и ориентируется он не только на музеи или на какие-то культурные организации, но и в принципе на свой личный пользовательский опыт, то есть, грубо говоря, от приложений или от сайта музея он будет ожидать того же самого, что он встречает в финансовой сфере, например, в банковских приложениях, того же, чего он ожидает в сервисах доставки и прочее, прочее, то есть должна быть такая же скорость загрузки, а именно не более трех секунд, потому что если сайт или приложение грузится в течение пяти-шести секунд, скорее всего, велика вероятность, что пользователь просто отключится и перейдет на какой-то другой сайт. Что нужно для того, чтобы не потерять ту аудиторию, какая есть и желательно приобрести новую аудиторию, возможно, более молодую? Во-первых, создать сайт, если его еще нет и я надеюсь, что если у нас присоединились коллеги из регионов, то для них эта информация будет полезной. Владимир, я позже вышлю тогда презентацию и там есть крикабельные ссылки, где будет гораздо больше полезной информации. Создать сайт, регулярно его обновлять, можно это сделать при помощи бесплатных сервисов Google, я думаю, что у коллег из Microsoft и других компаний тоже есть такие сервисы, там все в принципе очень нативно и можно сделать это даже небольшой группой или даже при помощи одного сотрудника. Взаимодействовать с аудиторией через соцсети это обязательно, потому что пользователи и ваши посетители будут ждать, что организация будет представлена абсолютно везде и чтобы грубо говоря подстраиваться под пользовательские привычки. Создать и продвигать YouTube канал, это тоже очень важно и чуть позже я расскажу об опыте большого театра, который просто грандиозный проект запустил буквально за пару дней. Желательно быть представленными в сервисе Google мой бизнес, когда ваша организация появляется на картах и там та информация, которая необходима пользователю на начальном этапе, в том числе сайт, время работы или может быть возможность посетить музей онлайн и возможно даже какие-то анонсы будущих трансляций. Также можно изучить возможность бесплатного продвижения с помощью Google грантов для НКО. Здесь у меня также в презентации есть ссылка на более подробную информацию, как и кому это можно сделать. И, конечно же, сделать контент инклюзивным и доступным для всех пользователей. Для меня, как для пользователей с инвалидностью, это очень важно. Здесь тоже есть кликабельная ссылка, которая расскажет о том, как это сделать наиболее доступным. Все в онлайне. Мы понимаем, что прошедшие два месяца и, по всей видимости, по крайней мере, часть лета мы будем точно все в онлайне. Для того, чтобы быть максимально представленными, нужно выбрать платформу или несколько платформ. Заранее анонсировать свои мероприятия на разных площадках. Опять же, упоминать об этом не только на сайте музея, но и рассказывать об этом в соцсетях заранее. Если, допустим, это прямая трансляция, то нужно заранее привлекать пользователей и не ждать, что вы включите прямую трансляцию и к вам присоединится большое количество людей, потому что они просто... Не потому, что они не интересуются той или иной темой, они просто могут не знать об этом. Делать интерактивные мероприятия, такие как прямые трансляции, лекции, воркшопы и онлайн-экскурсии, ну и, конечно же, получать обратную связь и совершенствоваться, исходя из этого пользовательского фидбэка. Если вам в комментариях пишут о том, что что-то не работает или что-то можно сделать лучше, на мой взгляд, это лучшие практики, которые вы можете привнести, потому что это непосредственно пользовательский опыт, который хочется перенять. Создавать контент, не выходя из дома. Коллега из Эрмитажа об этом говорил, что снимать на телефон или там монтировать, не выходя из собственной квартиры, несмотря на то, что у тебя, казалось бы, раньше не было таких навыков, это сейчас самое то. Даже несмотря на изоляцию, можно снимать видео, записывать лекции с экспертами, и это показал флешмоб из-за изоляции, когда пользователей привлекали, и они от скуки домашней повторяли разные картины, и это очень хорошее интерактивное вовлечение пользователей. Использовать уже существующий цифровой контент, но более творчески подойти к нему, может быть, использовать какие-то другие приемы монтажа, подбирать по цветам, как делают наши коллеги из Google Arts and Culture, они составляют разные картины в зависимости от цветовой гаммы, и тогда может получиться совсем другая картинка, и с точки зрения человека, кто на это смотрит, для него это совершенно другой опыт, даже несмотря на то, что он, возможно, эти картины видел где-то в музеях, но не в той последовательности. Организовывать прямые эфиры с лидерами мнений и блогерами это очень хороший поинт, потому что блогеры привлекают совершенно другую аудиторию, до которой возможно культурные организации в обычное время не могут дотянуться и не могут понять, какой у них есть интерес. И, конечно же, делиться материалами, которые остаются за кадром, всегда очень интересно заглянуть за занавес, посмотреть бэкстейдж, например, как хранятся картины, кто за этим следит, кто смахивает вековую пыль и что-нибудь в этом роде. Вдохновлять и вдохновляться. Я погуглив совсем немного нашла то, что коллеги делают именно сейчас. Это виртуальный пушкинский, третяковка дома, интеллигентная изоляция с эрмитажем, московский Кремль тоже запускает свои трансляции. Музей космонавтики делает онлайн-конференции музея и усадьбы Царицына тоже в Ютьюбе делает онлайн-трансляции. Ну и, конечно же, театры. Вот, например, на начало изоляции, это был конец мая, мы запустили с большим театром их канал на Ютьюбе. Скажем так, не запустили, а немного реорганизовали и количество зрителей первой трансляции в пять раз превысило годовой показатель по посещению театра. Коллеги из Большого театра посчитали, что это заняло бы 16 лет непрерывной работы для того, чтобы это количество зрителей увидело те самые спектакли, которые, спектакли золотой коллекции, которые показывались, транслировались на Ютьюбе. Более 160 упоминаний в прессе по всему миру. Тренд Ютьюб в России номер один, Гонконг топ-3, Канада топ-5. Рост подписчиков соответственно с 42 тысяч до 462 тысяч и чуть больше 8 миллионов просмотров, 75 процентов из которых были за пределами Российской Федерации, то есть международные пользователи тоже увидели всю красоту российского балета. Это спровоцировало, наверное, турбулентное бурление вообще в сфере театральной и музейной в том числе. Ютьюб проводил несколько воркшопов именно для таких консервативных музейно-театральных сообществ для того, чтобы продвигать свои ютьюб-каналы. Татьяна, насколько я понимаю, Третьяковка тоже присутствовала и сейчас у Третьяковки уже более 100 тысяч подписчиков. Да, на самом деле у нас ютьюб очень хороший рост показал. Я вот приводила цифру, мы уже к 150 приближаемся. Это очень здорово и я так понимаю, что это произошло буквально в ближайший месяц. Да-да, мы начинали карантин с небольшими тысячами подписчиков уже фактически в несколько раз. Здорово. И теперь можно найти на ютьюбе по хэштегу Дома Вместе проект Большие Гастроли Минкульт, который, собственно говоря, представляет. И если кто-то еще в этом проекте не представлен, то добро пожаловать. Мы с удовольствием у нашей команды YouTube будет включать в этот проект. Но для того, чтобы попасть в плейлисты, нужно желательно пройти тренинг по продвижению YouTube-канала, который, я думаю, что состоится у нас очередной тренинг в июне месяц. И всех заранее приглашу еще про дату скажу дополнительно, когда будет известно, когда она будет назначена. Ну и, конечно же, открывайте в себе и в коллегах новые таланты. У меня все. классная картинка. Это откуда, извините? Это картинка просто из интернета, но на самом деле про новые таланты, о которых мы можем не задумываться. Сейчас бабушки стримеры, геймеры очень в моде, по всей видимости, внуки обучают бабушек и бабушки открывают себе в том числе новые таланты и это даже можно на ютюбе посмотреть. Очень много таких есть в возрасте людей, которые новое дыхание открывают себе. Спасибо большое. У нас тоже для нас стало открытием, что мы, когда запустили проект для старшего поколения, мы все думали, кто же, будут ли они через внуков или через детей взаимодействовать с нашим лендингом. Нет, все подписчики, их там 1500 уже, это все люди старше 50 лет и это, конечно, хороший показатель и дает надежды на то, что людям старшего поколения тоже можно и нужно доносить онлайн продукты. Но плюс еще, если раньше мы считали, что ютюб, ну и вообще соцсети, это такое царство коротких, быстрых видео, что сейчас показывает ТикТок, то разочаровавшись в этом, стало понятно, что длинные стори-тейлинги там на два часа или какие-то трансляции спектаклей, они очень-очень популярны. Да, наверное, это несколько другая аудитория, но тем не менее их не меньше, чем молодежи. Спасибо большое, Евгений, очень интересный доклад. И передаем слово Ирине Смирновой, куратору проекта в области науки образования культуры Panasonic Микроссия. Ирина? Да, я подключаюсь, секундочку. Я постараюсь донести до вас взгляд производителей электроники на происходящее изменение в связи с COVID-19. Сегодня уже многие докладчики говорили о том, что в связи с этой ситуацией, с ограничениями, очень многие организации столкнулись с двумя большими проблемами, причем не только музеи. Я бы даже сказала не проблемами, а задачами, которые нужно решить. Первая задача это максимально поддерживать связь со своими клиентами, потребителями, посетителями, как это относится к музеям, дать им понять, что у вас есть для них интересный контент, что вы о них помните, напоминать о себе, о своих каких-то мероприятиях, которые проводятся даже в онлайн-формате. И вторая большая задача это аккуратно перенести по возможности в онлайн-формат внутренний рабочий процесс, то есть организация работы коллектива, то, что обычно осуществлялось достаточно легко, а теперь нужно сделать это онлайн. И в связи с этим на первый план вышли формы работы, которые раньше существовали, но в связи с тем, что они не присутствовали в массовом использовании, они не очень сильно развивались. А вот сейчас с наступлением ограничений мы с вами все прекрасно знаем, как работать в Zoom, мы научились проводить веб-конференции, вебинары, мы сегодня услышали, как музеи активно готовят видеоэкскурсии, снимают видеоматериалы у себя, есть даже запросы на видеостриминг напрямую в YouTube, минуя компьютер. Это тоже все сейчас возможно, но я бы хотела обратить внимание на другое, что вот в связи с тем, что сейчас эти практики получили массовое использование, стала формироваться и культура их применения. Те, кто меня давно знают, неоднократно слышали мои выступления на музейных конференциях, которые были посвящены в основном мультимедиам. Я рассказывала о том, как целесообразно, грамотно, разумно применять мультимедиа и не перегружать им экспозицию, а только тогда, когда это действительно нужно. То если посмотреть на программу сегодняшнего интермузея, то у меня кардинально поменялись темы моих выступлений. Фактически мы переключились немножечко, то есть мы видим перераспределение спроса, изменение структуры спроса в связи с тем, что сейчас используются новые формы работы. И нам очень приятно, что не только эти новые формы работы используются, но и в них формируются какие-то свои традиции, появляются методики. Вот, собственно, на некоторые из этих тем меня уже пригласили выступить на интермузее. Ну, вот сегодня мы уже слышали, как Эрмитаж задумывается о своем телеканале. А еще недавно оборудование профессиональной оборудованной для телетрансляции, оно применялось в основном в телестудиях и в театрах. Вот театры были потребителями этого оборудования, но сейчас уже и музеи об этом задумываются. Все вы создаете активное видео и понимаете важность качества картинки, важность хорошего монтажа, важность того, чтобы это было максимально интересно вашим слушателям, зрителям снять хорошее видео. А это тоже отдельный класс оборудования, это хорошие камеры, которые с высоким разрешением, которые уже позволяют вам работать в режиме профессионального оператора. Я уже сказала про стриминг в социальной сети. Есть такие модели, которые позволяют напрямую транслировать ваши видео в YouTube. Это дает возможность интерактива, возможность общаться через чат с вашей аудиторией и, например, менять траекторию или отвечать на вопросы по ходу такой вот стриминговой экскурсии. Очень серьезно сейчас развивается индустрия веб-конференции, вебинаров. Мы увидели у Александра на слайде, какой там был колоссальный прирост у многих сервисов, которые работают именно в этом направлении. И не только большое использование, но уже появляется ощущение того, как сделать так, чтобы использовать этот сервис максимально удобно и комфортно и для участников, и для слушателей. Вот буквально на прошлой неделе я читала такой чек-лист, подготовленный российской компанией, которая организует вебинары. Очень разумные требования, как подготовить докладчика, что его речь должна быть максимально сжатой, компактной, все только по существу, что слайды нужно оптимизировать, в том числе и под мобильное устройство, что недопустимо, чтобы свет был за спиной докладчика, тогда его плохо видно, это некомфортно. Мы уже сами замечаем, что кто много провел в Zoom и в Teams часов, что хочется, чтобы моя картинка смотрелась все-таки более профессионально, чтобы мы в кадре выглядели уже как профессиональные дикторы, чтобы лицо не занимало половину экрана, а то и больше. Это некомфортно зрителям, потому что в жизни наша реальная дистанция совсем не такова. И поэтому тут возникает интерес к другому направлению наших камер. Это роботизированные камеры ПТЗ, которые позволяют как раз без оператора одному докладчику справиться с съемкой и трансляцией своего видео через интернет своим слушателям. Такие камеры позволяют приближать и отдалять изображение, делать наклон, поворот. И если вы, например, хотите показать какие-то детали близко, то вы можете с пульта управления ПТЗ-камеру направить на себя поближе и показать необходимую деталь. Я уже сказала про чек-лист, который подготовили российские веб-тренеры, а буквально на этой неделе коллега поделился с нами рекомендациями европейских веб-тренеров, которые проводят вебинары, как они считают необходимым проводить такого рода мероприятия. Вот только несколько пунктов, которые мне там, честно говоря, подресли. Нельзя проводить вебинар сидя, ведь когда вы проводите тренинг или обучение, вы же стоите перед зрителями, таким образом вы ему транслируете не только мысли, но и вызываете эмоциональный отклик и передаете какую-то энергию. Так сделайте так, чтобы ваш вебинар не отличался от обычного тренинга и тоже позволял вам перемещаться. Рассматривайте ваш дом не только как домашний офис, но как вашу домашнюю профессиональную киностудию. Это значит, что у вас должен быть правильно поставлен свет, у вас должна быть качественная камера, у вас должен быть хороший микрофон, желательно внешний. Вот мне пришлось, например, провести внешний микрофон, чтобы вы меня могли хорошо слушать. И вот такого рода рекомендации, они тоже формируют некий запрос на новую культуру, новые методики. Об этом более подробно мы поговорим на секции, посвященной цифровому этикету. Я расскажу про некоторые тенденции и методики, которые мне кажутся наиболее оправданны в этой ситуации. И вот уже ближе к концу нашего карантина, ближе к выходу к реальной работе музеев, стали появляться вопросы по поводу возможности контроля соблюдения антиковидных мер. Ну там, например, детекция маски, измерение температуры. Об этом мы поговорим на секции навигации в музее после пандемии. Я расскажу о том, какие технические решения существуют, они действительно существуют, но заодно мы порассуждаем на тему организационных, этических и правовых вопросов использования такого рода технологий. если говорить о том, что мы видим впереди, ну да, наверное, будет некое проседание рынка. Всеминная организация, торговая организация уже прогнозирует, что будет снижение спроса на многие товары, что международный бизнес просядет от 13, а реальнее до 32 процентов за 2020 год. и безусловно нас ждут не самые простые времена, но тем не менее, я думаю, что опыт, который мы получили во время самоизоляции, будет нам очень полезен и музей с удовольствием будет его использовать дальше. И еще очень надеюсь, что мы очень скоро встретимся в реале оффлайн, будем очень рады этой встрече, будем больше ценить настоящее общение, а не онлайн, но этот опыт останется с нами и в общем-то поможет нам в дальнейшем продвижении наших проектов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина. Мне кажется, прекрасный доклад, очень четко, извините, пошла. Технический сбой нас приветствует. и мы передаем слово тот. Может быть, там в Костинанце есть вопросы, которые напрямую к отдельным участникам, может быть, мы можем на них письменно отвечать, чтобы люди... Да, конечно, коллеги, все в вашем власти абсолютно. Вопросы-ответы у вас есть и... это в чате, да, все в чате? Внизу вопросы-ответы есть. Это на чат, а есть отдельно Q&A. Отдельно вопросы-ответы, да. Да, там Евгений вопрос. С правой стороны, да, я как раз отвечаю на вопросы. Да. С правой стороны такая пункта. Внизу. И передаем слово Тони Самсон, руководитель отдела социальных сервисов поиска Яндекс. Спасибо. Всем добрый день. Да, здравствуйте. Я надеюсь, что видно слайда и очень интересно побыть в таком сообществе людей сегодня. Большое вам спасибо, очень интересно всех слушать. Мы... Я сегодня расскажу о цифровой трансформации, которую вот таким громким словом называется. Я помню, в самом начале коронавируса по интернету ходил мем, что спонсор цифровой трансформации во всех компаниях и ответственный это ковид, а не SEO и не SEO. Кажется, мы вот примерно это наблюдаем. Действительно, вот потихонечку сначала мы видели, как в разных городах и странах европейских происходило что-то и мы с ужасом обсуждали, неужели Москву тоже закроют и в какой-то момент действительно мы все оказались в таком режиме самоизоляции и Яндекс это сделал довольно быстро, но нам, наверное, это было сделать чуть проще. Все-таки компания, в которой очень много технически подкованных людей достаточно легко было перестроиться на такую жизнь и работу из дома и тогда мы поняли в самом начале, наверное, что наш основной фокус в момент, когда в марте начал развиваться коронавирус в России, начал набирать обороты пандемии, давать ответы людям, которые приходят в поиск на вопрос о том, что же происходит, какие симптомы коронавируса, куда бежать. И мы стали стараться делать проекты, у которых был такой лозунг выжить и не сойти с ума, выжить в том смысле, что мы старались давать такую информацию нашим пользователям, которая, как минимум, убережет их от опасных решений. То есть, если мы могли сказать, что, пожалуйста, соблюдайте самоизоляцию, мы старались это делать. И мы, если мы могли проверить информацию, которую мы даем, и как можно больше и чаще показать людям ссылки на Всемирную Организацию Здравоохранения, какие-то рекомендации, мы старались это делать. И вот сейчас, когда показался такой, может быть, свет в конце туннеля, мы поняли, что людям, им сначала было очень важно узнать и про симптомы, и про как себя безопасить, и в целом таких запросов было очень-очень много. Но и потом мы увидели, что люди устали, и им настолько тяжело, что какой бы ты не включил радиоприем, у них телевизор, открыл соцсети, везде тебе рассказывают про симптомы ковида, и нету никакой отдушины, и вот не сойти с ума, задача дать нашим пользователям какую-то отдушину стала гораздо более важной. Перед этим, перед тем, как мы задумались о том, как давать нашим пользователям возможность вот этой отдушины и радости, и, конечно же, радость и отдушина это культура, это искусство, которое, которое, ну, на самом деле помогает. Мы поняли, что есть огромный спрос на образование, и первый спрос на образование, который сразу очевиден, это, конечно, школьное образование, потому что огромное количество детей и родителей остались дома, и теперь всем нужно ходить на работу, а еще быть полноценным учителем для своих детей, и мы попробовали сделать так, чтобы родителям было чуть полегче, несчастные школьники, которые там 3-4 месяца не учатся, получили самое лучшее образование, и оно касается не только таких предметов, как русский язык и математика, где, конечно же, видеоуроки полноценные очень-очень важны, но и культурное образование, которое тоже очень важно в школьном обучении, и здесь огромное количество усилий было потрачено на то, чтобы создать фактически на коленке за 2 месяца Яндекс.Школу, сделать всю школьную программу в видео, дать задание, сделать так, чтобы дети могли не только послушать, но и потом собственно сделать домашнее задание, и кто-то это проверил и сказал тебе результат, и ты мог учиться дальше. И дальше мы почувствовали, ну и дальше тоже такое можно сказать, что приятное совпадение, можно сказать, что нет, мы об этом долго думали, и, конечно, ситуация, которая сейчас сложилась, позволяла это сделать лучше, мы понимаем, что огромное количество информации до сих пор недоступно в цифровом аналоге, не все можно найти в Гугле, не все можно найти в Яндексе, и на физических носителях до сих пор информации так много, и она недоступна для каждого человека в стране, для каждого человека в мире, потому что нужно куда-то ехать, нужно иметь доступ к архивам, и нам казалось, что было бы очень здорово, чтобы все больше и больше информации было все-таки людям доступной, и мы сделали такой проект с национальной электронной библиотекой, когда мы попробовали с помощью наших ML-технологий отцифровать архив, и начали с архива газета «Красная звезда» за 1941-1945 год, и попробовали сделать так, чтобы его можно было прочитать, это, я думаю, каждый из нас пользовался сканером в своей жизни, пытался что-нибудь отсканировать, это не всегда, отсканированный текст не всегда можно прочитать, и вот простой сканер не справляется, для этого нужно машинное обучение, и дальше мы почувствовали, мы давно начали развивать сервис «Яндекс.Коллекция», это сервис, который позволяет людям собирать вещи, которые им нравятся, и как Женя правильно говорит, вдохновлять и вдохновляться, потому что мы чувствуем, что когда тяжело, а прям видно, что людям, которые приходят в интернет, им тяжело, они устают, и если раньше мы всегда говорили, ну вот, посиди дома, дома так здорово, не надо ходить на работу, но когда ты неделю сидишь дома, это здорово, когда ты второй месяц сидишь дома и, может быть, даже теряешь работу из-за этого, это становится тяжело, и мы почувствовали, какой большой интерес у людей к тому, что красиво, к тому, что привлекательно, и в этот момент накопленный опыт и накопленные, наверное, там, коллекции, которые мы всю зиму создавали вместе с разными музеями, вдруг оказались очень востребованы, и вдруг пользователи начали приходить, смотреть на них и откладывать себе то, что им нравится, и в этом смысле коллекции стали таким сервисом, мы думали, что это одна из тем, но мы становимся таким сервисом для музеев и для художников, и каждый музей может выложить свою галерею, мы сделали такой совместный проект с молодыми художниками, которые теперь могут выкладывать и молодыми кураторами, на самом деле, музейными, которые, я думаю, что для того, чтобы получить право создать собственную авторскую выставку в известном музее, нужно очень долго-долго трудиться и работать, но в коллекциях молодые кураторы могут попробовать, могут собрать свои коллекции, рассказать, почему так и не иначе, и почему именно эти экспонаты и тренируются на молодых художниках, которые могут зарабатывать таким образом деньги и продавать свои картины в сервисе. Если мы говорим про профессиональные музеи, про музейную индустрию, мы стали пытаться делать виртуальные выставки и делаем это с Пушкинским музеем, и здесь для меня, мне кажется, что это настолько здорово, потому что часто бывает, что ты какую-то выставку пропустил, и ты видел анонсы, но ты не выбрался с работы, ты не смог добежать и посмотреть картины, и тебе очень хочется, и понятно, что посмотреть выставку в интернете с любого компьютера это одно удовольствие, но это совершенно не то же самое, что пойти в музей, но то, что можно куратору или музею показать свои экспонаты и тем самым завлечь музей с одной стороны, а с другой стороны, знаете, как люди покупают альбомы после выставок, потому что если ты сходил в Пушкинский на Дюрера, если ты сходил в Третьяковку на Репина, то ты потом еще долго-долго читаешь и биографию Репина, и пытаешься купить альбом и посмотреть на эти картины еще раз, чтобы вот это потрясающее ощущение от посещения музея продлить, чтобы в твоих воспоминаниях оно было с тобой дольше, и вот это ощущение радости, наверное, от оффлайн-музея хочется оставлять в коллекциях, и здесь я очень благодарна Третьяковке, потому что есть такое количество выставок, которые я пропустила за последние два года, и теперь можно хоть посмотреть и верстать, и так здорово, что разные музеи присоединяются, и частные музеи, и маленькие музеи разных городов, в которых, может быть, посетителей не так много, а многие даже и не знают, что такие музеи есть, но когда человек приходит в поиск и начинает искать, не знаю, перосмани, и может найти музей перосмани, посмотреть экспозицию, потом пойти почитать его биографию, кажется, что это здорово, мы чувствуем, что это для наших пользователей сейчас, в той части нашей миссии, что не только выжить, не только получить достоверную информацию, но еще и не сойти с ума, получить какие-то теплые эмоции, чтобы проснуться утром и прожить следующий день хорошо, для нас это очень и очень важно. Если вы нас слушаете и вы музей, пожалуйста, к нам приходите, потому что то, что вы делаете, это очень здорово, и на самом деле мы все привыкли, что в интернете, в социальных сетях очень много разного контента, но я всегда верила в то, что самый, наверное, недопоказанный, что ли, контент, самый недопоказанный взгляд, это взгляд коллекционеров, взгляд людей, которые разбираются в искусстве и которые могут показать и рассказать свои истории и благодаря своей насмотренности собрать те коллекции, которые кому-то помогут в прямом смысле слова. У Яндекса есть свой маленький музейчик, в нем хранятся старые-старые компьютеры, интересные, которые были и у наших родителей, и даже, может быть, у кого-то бабушки, дедушка, и занимались программированием. И этот музей сейчас, ну, конечно же, закрыт, мы ждем, когда мы тоже откроемся, а пока чувствуем себя хорошо и в шкуре технологической компании, в шкуре музея, профессиональных музейщиков, хоть и маленьких. Занимаемся обновлением экспозиции, проводим вебинары, записали альбомы и встраиваемся в соцсети. Так что в этом смысле тоже мы тоже немножко музей. Вот. Большое вам спасибо. Спасибо большое, Тоня. Вадим? Да, коллеги, у нас новая реальность цифровая в том, что у нас одновременно может проходить несколько событий. Это с одной стороны плюс, с другой стороны крайний минус с точки зрения внимания и возможности концентрации. Поэтому, коллеги, прошу прощения, я вынужден был отключиться, но у меня уважительная причина. Напрашиваюсь на поздравления, потому что сегодня в России празднуется Вчероссийский день библиотек, и у нас как раз параллельно идет мероприятие, посвященное как раз этому событию. Вот. Ну, мы движемся по плану, и Сергей Росиславович Иванович, наверное, у нас зафинализирует наше выступление, и потом у нас еще останется какое-то время на вопрос и в такой экспресс-режим. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое за приглашение. Я внимательно выслушал с большим интересом всех, и я могу так сказать, что, в общем, наверное, вместо того названия у секции, которое было дано, можно было бы назвать секцию так, не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что мне кажется, что практически все выступающие как раз вот говорили об этом, что если бы не случившаяся беда, то продвижение в освоении новых технологий происходило бы гораздо медленнее, и я думаю, что это утверждение абсолютно правильно, оно касается широкого круга областей, и вот сфера образования, она тоже коснулась, безусловно, потому что и школы, и университеты были вынуждены в срочном порядке переходить в систему онлайн, но тут вот обнаружилось несколько явлений, которые, может быть, не так ярко проявляются в музее, в музейном деле, как в сфере образования. Вот мне хочется два слова об этом сказать, просто чтобы вы сравнили, поскольку все-таки эти области довольно сильно пересекаются. Ну, во-первых, конечно, остров стал вопрос о... возникла проблема доступности. Вот, у какого количества детей, я... школьников, например, есть дома компьютер, который они могут занять для обучения онлайн. Дальше возникает вопрос о том, как вооружены, например, преподаватели вузов и какого качества у них компьютеры, камеры, с помощью которых они могут вот сейчас из дома вести свои занятия. Оказывается, что вот в этом смысле проблема доступности, которая поднималась для сферы образования, очень... встает очень серьезно. Ну, помимо этого, обнаружилось, что в сфере образования люди просто не умеют вести занятия онлайн. Начиная от того, что как только я знаю по своим коллегам самые блестящие подаватели, которые просто... Ну, артисты. Вот они, когда выходят в аудиторию, то аудитория просто вот сидит, затаив дыхание, выходя в онлайн, превращается, так сказать, в скучнейших презентаторов, которые как-то бубнят свои презентации и не производят того впечатления, которое могли бы произвести. В итоге мы пришли к выводу, что надо учить преподавателей этому искусству, и мы вот в самое ближайшее время запустим такую программу. Мы пригласили для этого театрального педагога и абсолютно профессионального, довольно известного телеведущего для того, чтобы они учили преподавателей работать с аудиторией в онлайн-режиме. Поэтому вот мы столкнулись с некоторыми трудностями. Кроме того, обнаружилось, что в общем процентов 70 людей, которые учатся у нас уже на программах, я имею в виду сейчас прежде всего людей взрослых, не хотят переходить на учебу в онлайн. и примерно 70% попросили, чтобы программы были временно приостановлены и они будут продолжены только после окончания вот этой самоизоляции и так далее. Вот, честно говоря, такая мысль о том, что онлайн когда-нибудь победит оффлайновое образование, вот сейчас получило такое мощное опровержение. Хотя я думаю, что то, чему мы сейчас научились и научимся, это совершенно бесценный опыт. И я действительно с радостью услышал несколько таких замечаний, прошу прощения, я не буду говорить, кто произнес эти соображения, но они меня страшно порадовали. Ну, например, мысль, что люди теперь готовы к долгим просмотрам. Вот, и я вообще думаю, что они теперь готовы и к тому, что получил название Long Read, и с этим все преподаватели сталкиваются, что, в общем, Long Read это же вообще-то все, что больше трех страниц. Значит, люди раньше перестали читать, вот сейчас они вроде бы возвращаются к этому чтению, потому что больше времени. Вот, меня очень привлекло вот выражение, которое прозвучало вот в последнем выступлении, возник интерес людей к тому, что красиво, вообще очень здорово. Меня очень радует, потому что мне кажется, что любое обучение, любое образование, оно может быть качественным, только если оно красивое. И люди воспринимают с красотой гораздо глубже ту информацию, которую мы им стараемся передать. Но еще такая вот интересная история, интересное предложение, которое прозвучало, это возможность использования блогеров в разных вещах и для привлечения аудитории в музеи и, например, для привлечения людей на образовательные программы. Тоже очень интересная мысль, которая здесь прозвучала. То, что бюрократическая жизнь перешла в режим онлайн, это тоже замечательно. Я в добавлении к тому, что было сказано, могу поделиться тем, что я уже своему начальству официально заявил, что буду требовать прекращения всех видов офлайн совещаний в высшей школе экономики, потому что онлайновые совещания в Зуме экономят массу времени, поскольку не надо переезжать с места на место, не надо даже сходить с своего рабочего места. И, кроме того, как показывает опыт, люди при онлайн совещаниях гораздо более концентрированные, гораздо меньше времени тратятся на пустую болтовню и таким образом повышается вот эта эффективность. Поэтому действительно замечательно, что мы таким образом сильно сэкономим время и, я думаю, повысим собственную эффективность. Ну, еще вот, наверное, одно из последних таких замечаний это то, что действительно мир не будет таким, как мы его знали до начала этой эпидемии, но, в общем, нам еще предстоит наверняка столкнуться с весьма неожиданными следствиями приобретенного опыта, но, что ж, это только действительно ускоряет переход к иному укладу. Есть такое понятие, вот, когда люди обсуждают вопрос о переходе от одного уклада к другому, из такой термин замыкающая технология, которая появляется. Вот, переход к цифровому укладу нашей жизни, он, конечно, сейчас резко ускорился, подтолкнул нас к освоению новых компетенций, и вот уже сейчас, например, в сегментации потребителей, которая прозвучала в целом ряде докладов, мы увидели то, с чем нам придется заниматься после окончания вот этой эпидемии и к возвращению более-менее привычной жизни. В том числе, например, спасибо тем, кто обращал на это внимание, что требовалось потребовалось новое внимание к людям старшего возраста. Сейчас они вот, ну, не они, а мы. Я отношусь к этой категории, потому что я к группе особого риска отношусь. Вот мне в последнюю очередь разрешат покидать дом, где я уже вот сижу по месяцу в самоизоляции и так дальше. Но действительно, вот широкому кругу людей вот моего возраста удалось сейчас освоить новые технологии и приобрести, если хотите, действительно окно в жизни, новое окно в жизни. Мы получили, эти люди получили возможность действительно приобщиться к такой широкой социальной жизни, в том числе к музейной, театральной, о которой сегодня тоже говорилось. Если бы не было вот такой необходимости, то, может быть, такой процесс бы затянулся. Поэтому еще раз я закончу тем, с чего начал. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну и вот я думаю, что мы все сегодня поделились своими находками, своим счастьем, и я надеюсь, что и дальше этот процесс будет происходить, проходить очень эффективно, и мы будем продолжать делиться теми, что нам удалось найти, и тем, что теми проблемами, с которыми мы столкнемся. Спасибо большое. Спасибо большое. Фактически Сергей Славович во многом подытожил наш диалог. У нас еще достаточно много времени осталось. Давайте, может быть, в режиме экспресс-ответов каждый, может быть, коротко на уровне реплики выскажется по тем вопросам, которые мы попытались обозначить в начале нашей дискуссии. Наверное, бессмысленно действительно спрашивать, насколько вы считаете повлиял эта ситуация с коронавирусом на цифровые проекты и вообще на цифровую трансформацию такой скачок. Звучало слово революции нашего коллеги Александра Володина. Давайте поговорим, что неожиданного было, может быть, чего не ожидали и что было самым таким большим откровением или большим испытанием в этот период. коллеги. общий трафик в стране я ожидал, что он просядет очень сильно, а он выдержал. Но вот это для меня было неожиданным. В том числе и мобильный интернет выдержал, что еще более удивительно, потому что нагрузка на него, конечно, возросла мгновенно. Все эти видеоконференции и все это. Я боялся, что первые дни будет такая просадка. Вот это меня удивило, что выстояло. На самом деле хотелось бы даже добавить. Мобильный интернет выставил, потому что его темпы, к сожалению, к счастью, к счастью, на самом деле здесь к счастью, не выросли так, как прогнозировали. Большинство людей действительно начали потреблять контент с немобильных устройств, а с веба, то есть с персональных компьютеров и ноутбуков. И на самом деле здесь действительно Москва, наверное, в первую очередь прошла то тестирование, которое не прошли. Огромное количество европейских городов ведь, я думаю, знать, что коллеги из YouTube, коллеги из Netflix были вынуждены ограничивать качество, ограничивать некоторый функционал, который, допустим, автоматически включает следующее видео и с аналогичным кейсом приходили к нам в Минкомсвязь, когда переживал, что может что-то подобное произойти, но мы с вами живем в замечательное время и здесь, наверное, благодаря действительно такой комплексное хорошее работать и то, что мы понимали, что нас может ждать, все успели подготовиться, действительно, интернет не упал. Я, в принципе, уже сказал, что для нас было неожиданно, для нас было неожиданно то, что сломается тренд и люди действительно смогут взять и полностью отказаться от мобильных устройств. то, в принципе, мы довольно давно и постоянно можно сказать, даже трендим относительно того, что... Что еще раз? Мне кажется, Татьяна. Да, можно вопрос по поводу этого? Я хотела задать по поводу мобильного интернета и интернета с компьютеров. Понятно, что сейчас просто все дом сидят, поэтому, мне кажется, с компьютеров осмотрят, потому что, ну, с большого экрана удобнее. Плюс очень много форматов. Да, и плюс очень много форматов. Коллеги, только я, Татьяна, не очень хорошо слышу. Я не очень хорошо слышу. Татьяна, а попробуйте отключить видео, тогда звучит будет точно. Очень плохо слышно. Все-таки интернет-то просаривается. Только его похвалили, только его похвалили. Да, мне кажется, тогда коротко сформулирую, мне кажется, что как только мы выйдем из домов, мы вернемся к телефонному трафику. Вам так не кажется? Абсолютно точно. Это тренд, который невозможно сломать. Есть регионы, в частности, Средняя Азия или Азия, которая вообще не представляет себя с использованием действительно каких-то других устройств потребления интернет-контента. Так что здесь это временное явление, но оно вот как раз-таки способствовало тому, как Алексей действительно сказал. Интернет устоял, и устоял он на самом деле за счет того, что все-таки в том или ином виде пользователи отказались от мобильных устройств, а в принципе оптоволокно и проводной интернет у нас как-то более стабилен и способен выдерживать гораздо большие нагрузки. Из неочевидного, в принципе, то, что удивило нас очень сильно это рост, например, кстати, я вроде отмечал свою презентацию, точнее, у меня был этот пункт, но я на нем не акцентировал внимание, рост религиозных сервисов, то есть вот есть какие-то вещи, которые, конечно же, очень сильно удивляют, то есть показывают, что церковь, что, наверное, более консервативно может быть, чем церковь, но в один момент действительно и РПЦ и некоторые другие конфессии довольно оперативно, понимая ситуацию, пошли в интернет, начали использовать в том числе и наши звонки для проведения чуть ли не онлайн-проковедей, и для нас это было очень большим таким откровением, мы даже не думали, что это может произойти, но это случилось, и... Дегратор отмечает рост спроса даже на не только конференц-связь, но и онлайн-трансляция, из организации разных конфессий, то есть вплоть до серьезных трансляций. Ну, все же знают, что когда закрылись храмы, в принципе, все благослужения, в том числе на Пасху, они были перенесены в онлайн. Цифры, к сожалению, коллеги не раскрывали по понятным причинам, но это очень интересное явление, такое глобальное, которое мы сможем оценить, я думаю, в дальнейшем. Можно тоже короткий комментарий по поводу неожиданного наблюдения? Мне кажется, что это хорошая иллюстрация, внушающая оптимизм в продолжении разговора о том, что наши преподаватели оказались часто не готовы к тому, чтобы работать онлайн. Действительно, мы это наблюдали, особенно в школах. Знаете, когда это все начиналось, учителя ставили обычный компьютер с обычной камеры, разворачивали его к доске, особенно вот была какая-то неделя, когда в школу могли приходить те, кто должны были приходить, у кого дома не было родителей, остальным, соответственно, вещали это онлайн. Учителя разворачивали компьютер к доске, писали на доске и таким образом транслировали. Нас, на самом деле, очень сильно поразило то, насколько обучаемой аудиторией оказались учителя, такие подчас консервативные, не всегда молодые. И, на самом деле, действительно внушает оптимизм, потому что вот это поколение, что ли, учителей, которые быстро обучились, быстро вышли и быстро приняли эту реальность. Понятно, среди них тоже есть люди, которые воспринимают это как необходимость пересидеть, но, тем не менее, довольно много учителей, которые научились этому и теперь я верю в то, что будут использовать это как дополнение к основному способу обучения. И тут, мне кажется, очень ценно то, что, наконец, можно начать решать вот этот вопрос, который очень часто возникал, как музейные, все то, чем располагают музеи, так или иначе, привязать к образовательной программе. Мы много говорили о том, что сложно включить это в программу, сложно прописать это и так далее. Так вот, мне кажется, что здесь тоже ковид стал тем стимулом, который поможет нам объединить музейные достояния как часть образовательной программы. Можно еще немножечко добавить от себя позитивные, очень позитивные новости. Мы привыкли к тому, что бизнес первым внедряет какие-то новшества, а музеи, ну, по мере возможности внедряют их у себя. Вот хочу привести пример, когда бизнес взял пример с музеев. Сейчас я вам покажу один слайдик буквально. Это виртуальные выставочные залы. Сейчас практически все международные конференции, которые нуждаются осенью, они уже переведены в онлайн. и крупнейшим компаниям предложено создавать свои виртуальные стенды. И вот, пожалуйста, ничего вам это не напоминает. По-моему, это вот типичная 3D-модель музеев, цифровой двойники музеев, которые создаются. Только теперь это делается для бизнеса, виртуальные выставочные залы, в которых размещены стенды различных компаний. Но тут есть одна интересная особенность. Может быть, я часто в чатах, в фейсбуке видела переживания по поводу того, что не сможет теперь музей организовать открытие выставки, не будет вернисажа с неприниманным атрибутом, обменом мнением, общением, встречей давно знакомых людей на очередном радостном мероприятии. Что сделал бизнес? Не знаю, насколько это будет полезным музеем, но такое решение существует. Вы получаете приглашение по почте, регистрируетесь и выбираете свой аватар. То есть, как вы будете выглядеть в виртуальном пространстве. А дальше вы просто перемещаетесь по выставочному залу, подходите к экспонатам и вы видите аватары других людей, которые тоже пришли в это выставочное пространство. Причем, когда вы к ним приближаетесь, над ними появляются бейджики, как это обычно бывает у нас в конференциях и выставках. Вы видите, к кому вы подходите. Если вы этого человека знаете, вы можете вступить с ним в диалог либо в чате, либо через камеру, если интернет потянет. Вот такое интересное решение бизнес предлагает для... Компьютерная игра. Да. фактически, получается, как компьютерная игра. Это очень интересно и действительно привлекательно. То есть, мы проводим одновременно и конференцию и даем возможность посещения выставки, но самое главное здесь именно общение. Да, мир невероятен. Коллеги, кто еще может что-то сказать, добавить про неожиданное... Я два слова скажу в ответ на только что на предложение Иры. Очень интересное предложение, очень здорово, если можно будет этим пользоваться. Но вот я хочу сказать о том, что... о чем я жалею в связи с тем, что вот 27 марта я сижу на самоизоляции. Во-первых, страшно жалею, что я так и не попал на выставку Ванейка в Генте, хотя у меня были куплены билеты авиационные, гостиницы, билеты в музеи были куплены. Но Гентский музей интеллигентная организация, поскольку они закрыли выставку заранее, то они возвращают деньги за купленные билеты. Но зато они сделали специальный фильм об этой выставке. Я его посмотрел, с удовольствием, но еще больше пожалел о том, что не попал туда, потому что выставка была сделана исключительно стильным. Понимаете, просто вот когда вот фраза, что есть у людей интерес к тому, что красиво, это была выставка прекрасно оформлена, и я прям пожалел, что физически там не оказался. Вот. Ну, а что касается общения, конечно, несмотря на то, что современные технологии дают очень большие возможности этого. Пожалуй, что больше всего я жалею, потому что у меня нет возможности простите, поболтать со своими коллегами, умными людьми, интеллигентными, потому что для меня это было очень большой частью моей профессиональной жизни, которая в том числе подпитывала мое интеллектуальное любопытство и так дальше. вот тут я должен признать, что как ни крути, но даже вот зум хорошего качества и так далее, вот это совсем не то, что общение, которое возникает, когда ты физически находишься рядом с человеком и так далее. Вот. Но мы, наверное, будем в связи с этим только еще больше ценить вот то прилище человеческого общения, о котором когда-то Грифери сказал, что нет ничего более ценного. Мне кажется, еще очень было важным ваше размышление, когда мы предварительно разговаривали об этой секции, о некоторой ясности и просвечивании, как Калифин сказал, что часть нам сотрудников оказалась вообще не нужна, но некоторая история, скажем так, подлинности. Если вам действительно есть что сказать, если вы интересно, сейчас уже невозможно скрыть какую-то некомпетентность или какие-то аспекты, связанные с непрофессионализмом, и действительно получилось так, что по нашему даже опыту и сотрудники 70+, научные, но которые всегда осветили и, скажем так, рассказы на лекциях, они достаточно быстро перешли в онлайн, а запрос к сотрудникам, условно, которые и так не могли рассказать, мы всегда говорили о своей глубокой научной работе, они там где-то что-то ведут, он так и не состоялся, потому что на пороке показалось, что они не могут действительно рассказать что-то интересное или что-то новое, или как-то увлечь аудиторию, вот это такая ситуация, и по образованию она прошла, вот тоже такой аспект, который и показал, в том числе в работе бэк-офисов всех, кто эффективен, кто неэффективен, кто способен концентрироваться, дисциплинироваться, что-то четко делать, и вот очень четкое переосмысление квалификации, профессионализма многих специалистов произошло, ну вот у меня такое наблюдение. Я тоже к этому хотел подключить, нормально слышно? Я отключила камеру? да. Мне кажется, что сейчас очень тяжелое время вообще для нас, для всех, как для культурного сектора, для нас, для всех, как для людей, и для нас, как для специалистов, потому что действительно там от зумов голова болит, от онлайна можно сойти с ума, и он, мне кажется, он менее эффективен, чем, конечно, живое общение, и в то же время многие наши сотрудники столкнулись с лифтными проблемами, и все-таки мы все находимся в ситуации стресса, вот Тоня очень правильно сказала, что вокруг очень много тревожных новостей, вокруг очень много неопределенностей, и это всех стрессует, и это не может сказать, тревожные наши работы, и мы здесь, как культурные институции, тоже должны заботиться и усилить работу со своими сотрудниками, да, понятно, в условиях бюджетных учреждений у нас есть возможность тем не менее, это наша обязанность, и наша обязанность сделать, позаботиться в том числе о людях, как о специалистах, где-то им помочь настроить удаленный доступ, где-то, не знаю, просто провести, может быть, лишнее совещание, не совещание, но какой-то корпоратив, не корпоратив, но просто поговорить о том, как у них дела, и как мы выстраиваем свои планы, и какую работу делаем, но мне кажется, что этот кризис, это как раз наша проверка как институции, насколько ценности, которые мы заявляем, а многие музеи заявляют заботу о, понятно, что делая прекрасное, работая с прекрасным, мы все стараемся сделать этот мир немножко лучше, и в этом смысле мы должны их транслировать не только наружу, но и внутрь, эти ценности, и те, кто работает в нашей команде, тоже должны понимать, что их дешевое благополучие, их ситуация, они тоже для нас важны, не может быть такого, что мы заботимся о нашей публике и не заботимся о наших сотрудниках, это важно, это нужно, и особенно сейчас, в эти тяжелые времена, мы это должны делать. абсолютно согласен, Татьяна, мы тоже проводим регулярные и видео встречи, и спрашиваем, как дела, начинаем с этого, Ирина, я думаю, будет на секции про цифровой этикет, много про вот этот формат внутреннего благополучия, комфорта рассказывать, так что, да, действительно, это очень такая большая ответственность и вызов для всех. Разрешите, я возьму быстрое слово, Ольга Суслова, компания Google, то, что я хочу сказать, очень поддерживаю, то, что сказала Татьяна, со своей стороны, Google, естественно, такой комьюнити предоставляет платформу для геймеров, и во всем мире мы видели большой рост использования игр с наступлением локдауна, но к расстройству наших коллег из этих команд из Play такого роста бума в России не произошло, очень сильно вырос Watch Time в YouTube, то, что мы можем отслеживать, как раз за счет вот этих вот лонгридов, когда и театры, и музеи предоставили вдруг на рынок совершенно другого рода контент. Поэтому я хочу поддержать все музеи и сказать, что вот конкурентно в мире потребитель такой информации здесь очень востребован в России, и спасибо вам за ту работу, которую вы так экстремально проделали. То есть мы потеснили еще геемплощадки, да? Вот, ну в России да. Знаете, я можно еще два слова скажу, что еще удивило? Я вот сейчас все... Хороший, хороший мог бы быть слово. Да, можно, да? Golden Tanks versus Эрмитаж. Конечно. Татьяна, Татьяна говорит. Татьяна, проблема на ней говорит. Я вот, что еще хотел сказать. Меня очень удивило. Мы делали в первые дни специальные экскурсии для итальянцев. То есть мы делали специально транслированную Итальянскую Республику в поддержку, когда у них был там самый завал, да? Ну там такая паника, не паника, но в общем было тяжело. И миллион отзывов мы получили от них, там, включая консулов, там и тому подобное. Вот это тоже было удивительно, такое международное единение. Потом делали похожее на Испанию, но уже прошло с меньшим, как бы сказать, с меньшим восторгом, если можно так выразиться, да? Но вот Италия была удивительно, хорошо отреагировала. А еще одно, что меня удивило, я останусь циником, сколько еще людей можно оставить на удаленке, совершенно не нужно вызывать их в офис вообще. Я понимаю, что там человек 200, 300 можно оставить работать дома совершенно спокойно. Не тратясь ни на содержание офиса, не нужны ни помещения, ничего. Прекрасно справляются дома. тоже не ожидал, что так можно. Да, это тоже неожиданный эффект. Коллеги, у меня есть предложение пройтись по вопросам, которые нам оставили наши участники и слушатели. Вот, и первый, который задает Антон Горянов, очевидно, что посетитель, пришедший в музей офлайн, и онлайн имеет не один и тот же вес. Как сравнить эти показатели, что считать онлайн посещением выставки и так далее. Какие-то количественные показатели. И вот у кого какое мнение, как относиться к виртуальному посещению, к реальному посещению, разделять, не разделять, придавать ли какие-то веса. Я могу здесь сказать, как делает спорт. Он их, конечно же, разделяет, но у них на самом деле здесь я не соглашусь с тем, что разный вес. Коллеги из спортивных популяризируют спорт, они давно для себя оценивают, что разницы в том или ином виде для них нет. У них есть потребители их контента, если так можно выразиться. Если он пришел на стадион, это хорошо, это действительно неплохо, но если он не пришел на стадион и посмотрел эту трансляцию, допустим, из дома, это такое же для них абсолютно потребители их контента, они его монетизируют по-другому, и они давным-давно уже эту разницу, эту грань как раз таки разрушили для себя и в принципе, ну действительно, ладно, может быть, спорт сейчас у них достаточно и без этого проблем, но это такой в принципе опыт, который они довольно долго транслировали и вот до ковида в принципе это был довольно эффективный подход. Хочу сказать, что нам придется это делать точно, оценку эту проводить, потому что нам потребуется менять госзадание, если у нас раньше госзадание было в посетителях физических, то вот насколько его можно скорректировать на виртуальной и, так сказать, как считать, один к одному или как-то по-другому, я так утрирую, но чтобы было понятно, это нам стоит задачка вот сейчас изменили госзадание, потому что иначе мы какие-то свои показатели просто... Ну, это в том числе вызов к Совету по цифровому развитию и все вместе собраться, подумать, как считать, что может быть объективным показателем, необъективным, в общем, это к методикам охвата, визиты, уникальные... Это вопрос. Вопрос. Ну, то есть ответа на самом деле Антон пока нет, сфера только готовится и в ближайшее время видимо будем что-то предлагать, придумывать. Мне кажется, это вопрос во многом к инфекции, какие, потому что мы надеемся на, по крайней мере, в этом году изменение критериев оценки нашей эффективности нашей работы и целевых показателей, к которым привязана вся работа в музее, любых бюджетных институций, госзадания. И, конечно же, вопрос, как мерить, что реально, что нереально, в каких условиях, и какая-то гибкая система. Понятно, что пока все будет строиться на гипотезах, но, конечно же, она должна быть утверждена некоторым образом нашими учредителями. Если можно, у меня вопрос. А как это устроено сейчас? Наверное, вопрос, Татьяна, к вам, вопрос к Владимиру. Когда вы измеряете количество людей, которые пришли на выставку, это понятно, это, наверное, те люди, которые не могут до вас добраться. И понятно, что, наверное, бывают более успешные выставки, менее успешные выставки. Но когда вы измеряете онлайн-аудиторию, на что вы смотрите? На посетителей сайтов, на охваты, на подписчиков? Что для вас важно? На просмотры и так далее. Ну, я могу сказать, что сатистик, который мы передавали в Министерство культуры, она заключалась именно в визитах. То есть, это не охват, не количество просмотров. Визиты на сайт и некоторые корреляции там с визитами по соцсетям. Но сейчас мы понимаем то, что этого, наверное, мягко говоря, недостаточно. Надо по-настоящему продумать систему и продумать и про визиты, и про уникальных посетителей. Сравнение это с ядром аудитории, те же это люди или нет. Но для этого нужно иметь статистики там хотя бы глубиной два года для того, чтобы это оценивать. Потому что, если смотреть на месячном, графики там все условно новые или на недельном, а на годовом выглядит это совершенно картиной иначе. Вопрос просмотров, глубины просмотров, вопрос, как долго человек смотрит. И все это, видимо, придется как-то детерминировать и складывать в свои базы. Потому что, по большому счету, соцсети все-таки держат и отдают информацию там за два, три, шесть месяцев предельно для того, чтобы это сравнить. Но тот же Facebook с одноклассниками глубоко не скажу, а вот ВКонтакте там за полгода максимум можно взять данные и дальше все пропадает, эта статистика. Поэтому для меня... На самом деле, я здесь за коллег скажу, есть определенные сервисы, которые помогут выгружать статистику за очень долгий период. Да, я понимаю, но это... С момента, как она начала собираться. Да, она... Это ситуация не на поверхности, и нам это методически надо проработать для того, чтобы действительно детерминировать. Дальше мы никогда не разбирали отдельно. Вот мы... Мы просто считали все визиты, а по большому счету сейчас станет вопрос отдельно по такой выставке, отдельно по такому мероприятию. Вот на сегодняшний день мы это начали делать, и, видимо, тоже детерминированный охват это... Дискуссия. Я бы хотел здесь тоже немного добавить. Вот смотрите, просто вы немножко дискриминируете, получается, тогда я интернет как инструмент, потому что если человек один посетил там выставку, она ему понравилась, он пришел, посетил, и через несколько дней пришел еще раз, вы же уников в оффлайне не считаете, но предлагайте считать их в онлайне. Можно тогда объяснить, с чем это связано? Идем, Александр, к этому, потому что как раз запуск программ лояльности и личных кабинетов пользователей, которыми сейчас крупные музеи идут именно на покупки онлайн-билетов, он приводит к расчету ядра аудитории. И мы сейчас понимаем необходимость этого, потому что совершенно разный ответ. Вот нас посетило полтора миллиона, например, посетителей за 2019 год, я имею в виду, Пушкинский музей. И, внимание, вопрос. Это 300 тысяч человек, которые пришли пять раз, или это полтора миллиона условно разных людей? И ответ на этот вопрос, он принципиально меняет картину, скажем так, к вовлеченности там жителей Москвы, ну, там, про туризм мы знаем чуть меньше. Но действительно, я хотел предложить и всем крупным музеям поначалу, и с коллегами с местной культуры продумать единую платформу вот этого анализа. Посмотрите, все равно уникайди есть, и Google его считает, и Яндекс его считает, соцсети его видят. Нам по большому счету понять бы аудиторию. Может быть, мы с вами работаем условно на всем пространстве, абсолютно с одной и той же аудиторией, а мы не видим эту картинку, да, соединив все показатели там с культурой РФ, и вдруг окажется, что реально мы охватили, ну, скажем, наши постоянные посетители, что пустырь, сяковка, Эрмитаж и так далее. В принципе, это одни и те же люди, и это вызов для всей отрасли, как заходить, как популяризировать. Я думаю, что это тоже время пришло для консолидации данных и открытости этих данных и соединений. Володь, вы знаете, я хочу сказать несколько слов. Дело в том, что вот действительно еще одна новая проблема, которая возникла в связи с переходом в онлайн, это проблема монетизации услуг. Ну, вот у нас это проблема монетизации образовательных услуг, но я думаю, что эта же проблема поднималась уже в ряде выступлений и в отношении музеев. Ну, а что касается вот сбора этой статистики, в связи с тем, что все-таки переход в онлайн преподавания начался раньше, то возникло даже целое новое направление, которое называется Learning Analytics, вот аналитика, связанная с тем, как люди используют виртуальные интернет-ресурсы образовательные, и там собирается огромное количество информации, и даже существуют специальные методы преподавания, основанные на этом сборе, но мне кажется, что в музейном деле прежде всего нужно определиться, а как вы собираете использовать эту статистику, вот, собственно говоря, потому что не ответив на этот вопрос, иначе это будет, так сказать, просто накопление непонятно, зачем собираемых данных, а я думаю, что вот если об этом задуматься, то можно понять параметры сбора этой информации очень серьезно. Мне кажется, еще очень важный вопрос, это насколько мы в этой статистике и в, ну там, условно говоря, для разных наших целей можем учитывать партнерские проекты, например, вот коллекции Тричковки на Яндекс.Коллекциях, да, считаем эти просмотры или не считаем, считаем взаимодействие нашей публики там или не считаем. То же самое с ГУЛАШом, Тричковка со шнуром, понятно же, что это суперценно, это новая аудитория для музея и им не нужно приходить на сайт музея, им нужно посмотреть первый раз, это же тоже очень полезно. Так, Тричковка со шнуром только, ну у нас на Ютьюбе там 760, извините, ну в общем 100 тысяч просмотров. Много. Да, 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 почти 700 тысяч, да, но надо понимать, что этот проект был запущен на ОКО, на онлайн кинотеатре ОКО, то есть у нашего партнера, и у них тоже эти просмотры идут. Мы как считаем, только наши каналы или их тоже? И понятно, что это, ну это как бы, это вопросы, которыми нужно задаваться, и в этом смысле музеи не могут только между собой решить, как они считают. нужна большая поддержка, в том числе от агрегаторов и от платформенных решений. Я думаю, что эти платформы особенно будут важны даже не только и не столько крупным музеям, сколько небольшим музеям, для которых очень дорого разрабатывать свои стайты и как-то их апгрейдить, а гораздо легче продвигать и распространять свой контент на платформах. Коллеги, можно я тоже выскажусь по этому поводу? Как раз многое уже озвучено. Ровно о чем я хотел сказать. Действительно, с учетом того, что у нас каналы взаимодействия с аудиторией абсолютно разные, одноклассники ВКонтакте, есть группы, есть посты, есть трансляции, есть там телеграм-каналы, виртуальные выставки на различных платформах, там Яндекс.Коллеги, и так далее. Понятно, что, конечно, подходы универсальными быть не могут, потому что мы иначе измерим какую-то температуру непонятную среднюю по больнице, и сделаем абсолютно некорректную историю, смешав вместе визиты сайта с количеством подписчиков в социальных сетях и так далее, и получим абсолютно непонятную цифру, которую действительно непонятно ради чего собрали, просуммировали теплое и зеленое. Но, с другой стороны, я хотел вас проинформировать, как раз буквально, пока была минутка, я там здесь модно подписал подвинутые организации, завизировал, мы в этом направлении как раз первые шаги делаем, в рамках нацпроекта Культура у нас создан как раз специальный счетчик, который нам как раз и позволит, то, что Владимир определенно сказал, пытаться посчитать вот именно эти пересечения между аудиториями культурных сайтов. То есть, речь идет на первом этапе, конечно же, про сайты, про те же визиты, но как раз мы открыты к сотрудничеству и взаимодействию, у меня как раз мысль родилась, что у нас собралось очень прекрасное сообщество в рамках этого круглого стола, экспертов и со стороны платформы, со стороны музеев, которые могут как раз объединить усилия и выработать в какой-то мере предложения по поводу того, как работать и как выстроить работу по подсчету этой аудитории. Могу сказать сразу, очень нестандартная, мне кажется, задачка, вот, и действительно абсолютно согласен с вопросом, нужно для начала ответить на вопрос, для чего мы это делаем и что мы с этими данными в дальнейшем собираемся делать, как мы будем анализировать и для чего. Хотя, конечно же, то, что Алексей Богданов сказал, да, стоит задача сейчас правильно посчитать и рассчитать государственное задание и это тоже хороший, интересный вопрос и вызов с точки зрения онлайн-пользователей. Спасибо, коллеги. Есть еще один вопрос, он написан именно на Ирине Смирновой как человек со стороны, но понятно, что музейное сообщество есть хедлайн-Терпо Пушкинского, Третьяковки, Гаража, но какова ситуация по России в целом, насколько музей готовый к внедрению нового? Я думаю, во многом это вы сможете услышать завтра на исследовании цифровых компетенций сотрудников и их ожиданиях. Мы такой опрос глубоко провели, это не может быть коротким ответом. Хотя, Ирина, может быть, попробуешь? Нет звука? Включаю звук. Да, у нас ведущие музеи не только оказались готовы к нынешнему периоду, но даже изобретают новые формы деятельности. Например, я просто впечатлена экскурсией в Зуме по цифровому двойнику Пушкинского музея. Это просто здорово. Знаете, я ни у кого больше этого не увидела. Увидела только, знаете, где еще у Сити вот там такой небольшой коммерческий музей с показом панорам с высотного здания. Но это интересно. Но ведь, понимаете, любая трансформация, она начинается именно с лидеров. Глядя на них, глядя на их опыт, учащенно, может быть, на их ошибках и начинают подтягиваться другие музеи. Мы знаем прекрасный опыт, как в Эрмитаже сняли видео одним кадром, шестичасовое, очень красивое, прекрасно, замечательно. Вот буквально недавно я знаю, что Белгородский музей повторил этот подвиг. Но они, правда, использовали нашу камеру, извините. Вот, они использовали фотокамеру, она не из самых, так скажем, дорогих профессиональных камер, но они именно с ее помощью также сняли фильм о своем музее. Это не значит, что малые музеи совсем не готовы. Нет, иногда самыми простыми средствами они в состоянии создавать интересные инсталляции и интересные цифровые продукты. Не согласны, хотя, безусловно, лидирующую роль берут на себя большие музеи, на них равняются. Да, но в рамках конференции «Одит» мы как раз проводили несколько уже конференций, вебинаров, посвященных региональным практикам. В принципе, мы видим то, что вопрос не в большой музее или маленький сейчас, а именно в желании сотрудников личной вовлеченности, энтузиазме, желании учиться, потому что доступность, возможность обучения, она примерно у всех одинаковая. Точно так же сотрудники крупного музея открывают тот же YouTube, смотрят другую сферу, ходят на другие, на онлайн-занятия и, собственно, погружаются, изучают другие направления. А уж объем, который про Калчуру за последнее время вебинаров сделала, ну, скажем так, никогда бы, наверное, не появилось такое количество профессиональных экспертных вебинаров, которые мы получили за последнее время. То есть дистанционное обучение, вот теперь годы можно смотреть, тот контент, который появился, его действительно смотрят десятками тысяч. коллеги, я воспользуюсь неловкой паузой, вот, большое спасибо, было приятно участвовать в этом потрясающей секции, надеюсь, что какой-то взгляд, который я смог озвучить, был кому-то интересен, очень приятно, сейчас повторюсь, и хорошего всем дня, до свидания. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я, наверное, тогда тоже воспользуюсь паузой, несколько вопросов поступило по поводу того, как записаться на воркшоп по продвижению YouTube-канала, я оставила свою почту в вопросах и ответах, и, по-моему, даже сейчас продублирую ее в чат, пишите мне, поставлю вас в рассылку и пришлю полезные ссылки по поводу введения YouTube-канала, которые могут ответить на многие из ваших вопросов. Спасибо большое. Да, спасибо. Еще кто-то хочет высказаться? Нет, я не поднимаю. Ну, знаете, можно немножечко какую-то позитивную нотку внести? Да, действительно, сейчас все говорят о том, что от некоторой части сотрудников можно и отказаться. Я эту мысль услышала на прошлой неделе на Сколково Стартап-Вилледж. Да, немножко страшновато, но мне кажется, что вот та деятельность, которую инициирует Совет по цифровому развитию, поможет нашим коллегам из музеев восполнить пробелы в своих познаниях и тем не менее реализоваться вот на новом уровне. Хотя я против цифрового геноцида, чисто по-человечески, но мне кажется, что маленькими шагами постепенно через вебинары, семинары, через такие вот конференции и круглые столы мы все-таки продвинемся вперед и сможем сохранить наши коллективы. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Мне кажется, наша секция получилась. Все, кроме трансляции, шло четко, но я надеюсь, что мы в итоге выложим и записи везде, где это возможно. Так что всем участникам огромное спасибо. Спасибо, что получилось собраться, потому что даже в Zoom сейчас это нелегко, всех разрывает на три-четыре части одновременно. И как раз история со Стругацкими, когда нам нужны были дубли, она практически сработала в каком-то виде. Наконец-то. Да, Володь, я тоже хотел всех поблагодарить участников, огромное спасибо. И, наверное, мы были правы о том, что в оффлайне такой представительной группой было бы, наверное, сложно собраться. Онлайн в этом смысле помогает. Всем огромное спасибо. Я надеюсь, всем действительно было интересно, а тем, кто нас слушал, я думаю, тоже было чем-то полезно. Огромное спасибо. И надеюсь, все-таки мы увидимся оффлайн. В качестве завершения такой шутки, что для меня было неожиданным, вернее, несколько неожиданным, сколько самая часто встречающаяся фраза на всех конференциях, которые мы проводим последние два месяца просто по несколько штук в день. Я думаю, как и у вас, это фраза, звучащая, отключите, пожалуйста, микрофон. Отдельное спасибо Минкульту за инициативу и за организацию такого прекрасного мероприятия, которое, мне кажется, всем сферам полезно. Спасибо, коллеги. На этом завершаем. И тех, кто нас смотрит в онлайне и нашел ссылку на фейскаст, и кто хочет продолжить приобщаться и узнать для себя что-то новое, через несколько минут буквально приглашаю на секцию, посвященную государственному каталогу Музейного фонда. Спасибо всем большое. До свидания. Алло. 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 Алло.